всем привет напишите как меня слышно как слышно всем привет всем доброго вечера и не особо профессионал лайвов что будем отлично все тогда начинаем нас уже тут 20 человек говорят там передачка то классное получилось даже про меня там что-то сказали давайте я буду смотреть ставить на паузу кит комментарии давайте вы тоже вопросы пишите да здрасте можете по-русски по-английски поехали вот пригласить меня на интервью посмотрим что это за интервью российская поп-культура опережает европу и запад вау я уже такую ностальгию чувствую мы не будем еще говорить каким будем дальше время покажет время идет и мы посмотрим чтобы завтра чтобы послезавтра чтобы через месяц до сохраним сохраню эфиром да потому что все как пойдет так и пойдет это все да в прошлом я не политик но как мы знаем политиками не рождаются ими становятся я иду в госдуму от единой россии чтобы не на словах а на деле добиваться принятия решений в интересах большинства граждан страны что кстати является целью единой россии я верю в вас и верю в добро и на этом пути нас не догонят тут сразу мои комментарии наверно многим интересно как я отношусь к к юли как депутату многие говорят что он туда ради денег полезла но ребят я юлю знаю давно люблю и уважаю она точно там не ради денег ради чего она там понять сложно но как-то вот я достаточно нейтрально к этому юль зачем лет юля все разрослеем сталкиваемся с рядом проблем препятствий видим как это не решается видим как наши политики не совсем справляются и так как единая россия открыта праймерс для любого из нас гражданина российской федерации я решил попробовать почему нет ну решила и решила чё чё на него бочки катить потому я шла давно я думала об этом это был такой осознанно для меня шаг можно сказать что косвенно я участвовала в политике олимпиада ну да да ведь артисты такой человек о котором ну ему хочется всегда что по нём говорили что-то всегда он был на слуху и поскольку песен особо новых у них не выходит но у юли конкретно вполне нормальный шаг чё так на неё все опослились открытие крымского моста кстати вот в этом концерте играл еще одна моя песня которая для валерия написал мы вместе называется в моменте когда владимир владимирович сказал поехали там тынь 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 но я была просто в роли певицы и артистки а сейчас я подумал о том что почему бы мне не быть полезным качестве депутата для нашей страны а что ты можешь сделать как депутат для страны попробовать ну попробовать социальная гарантия государства перед людьми особенно про те кого мы забываем 40-60 лет увеличили пенсионный возраст я с этим не согласна у меня тоже есть родители которые заслужили иметь гарантии от нашего государства ты в курсе же что сами депутаты единой россии поддерживали изменение пенсионного возраста правильно ли я понимаю что ты пойдешь против депутатов собственной партии что ли нет я не пойду я постараюсь по хорошим примером из собой как-то внести коллективы в это ты вообще вот согласна с политикой партии единой россии вот смотри закон дима яковлев что ты думаешь на эту тему я пока не готова обсуждать никакие законы я уже знаю что ее затронули за это глобально вот эти вот все моменты я обсуждать пока не хочу я вот подожди ты знаешь о чем закон дима яковлева это закон о том что нельзя играть в футбол в маленьких городах если рядом или нельзя надувать воздушные шарики например есть проезжая часть ты согласна с этим ну честно со стороны ксении конечно же некрасиво было так ее троллить даже если она не знает про этот закон мне кажется это некрасиво согласна если дети например играют в футбол там где есть дороги и машины это опасно правильно потому что когда ты в игре ты можешь выбежать на дорогу и закон о гей пропаганде ты знаешь о чем он это тяжело для меня потому что это понятно очень многие сейчас конечно да ассоциируют меня что человек с таким амплуа с таким образом не может быть серьезным и относиться вообще у нее не существует проблем она живет немножко в другом измерении но давай поговорим о том что есть роли определенные так же как например мы смотрим кино здесь отрицательные персонажи когда мы видим потом актеров мы же их не ассоциируем с отрицательными героями это прежде всего человек который есть роль определенная которая была одна в моей жизни которую мы играли был создан образ но немножко не нравится что юля как-то диссоциируется от своего опыта детского что как будто ей роль предложили играть на самом деле все это было достаточно органично в то время и никто не говорил что это актеры там они я думаю что не играли продюсером но у меня рождались дети понятно что они рождались не от девочек я нейтрально в этом то есть я считаю что это выбор каждого человека я не хочу никого осуждать например я за полноценную семью где есть мама где есть папа где рождаются дети ты говоришь что ты нейтрально на эту тему что это имеется ввиду потому что пока вы были как пара было ощущение что вы как раз не то что нейтрально а вы очень поддерживаете и вы были главной надеждой ЛГБТ ну давайте честно были ли они главной надеждой ЛГБТ я сомневаюсь в этом была некая роль правильно плюс опять роль то есть вы играли мы играли конечно это была роль созданная продюсером для нас где мы исполняли то есть вы обманывали по сути людей ну по сути получается что да потому что ну все знают Юля камон что ты несешь потому что в 19 лет я родила дочку Вику в 22 у меня родился Самир собственно вот эта вот иллюзия она начала рушиться скажи а вот ты стала допустим депутатом и от тебя зависит принятие каких-то важных решений и вот ты видишь что появились две девчонки 15-летние в клипах целуются творят не весь что все очень красиво классно ты конкретно за это или против просто ответь а можно я буду не за и не против можно я буду просто нейтрально нет в политике так не резать хорошо тогда это музыкальный бизнес пусть будет я просто хочу сразу напомнить тебе о законе о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и по этому закону он просто не пройдет то есть сегодня такой клип который вы сняли тогда в группе тату по закону нельзя показывать вот это было 20 лет назад это хорошо что сейчас его нельзя показывать тогда сложно мне сказать потому что есть интернет которым сейчас пользуются мои дети они телевизор вообще не включают ну просто вот смотри вот тоже кстати вот тоже кстати хороший комментарий что Юля умолчала кое-что столько лет назад можно было вас показать по МТВ и начать историю вашего головокружительного успеха а сейчас спустя 20 лет это просто по закону невозможно вот как ты думаешь это хорошо или плохо я считаю что это отвратительно я очень хочу чтобы у нас таких клипов как вы сняли 20 лет назад было больше я считаю что это круто это свобода это самообман да дети все равно залезут и посмотрят все что им нужно и как мы говорили вот то что мы сейчас говорим что я чувствую я чувствую это лицемерие эмм да Ксюша скорее всего сама была фанаткой поэтому он хочет больше таких клипов абсолютно с ней согласен я считаю что есть клипы есть фильмы есть куча всего того что можно смотреть по телевизору почему нет есть развлекательные каналы есть развлекательные каналы это нормально так рекламу мы не будем смотреть вот что я нет только ты прослушал Мар в жизни побеждать в инстаграме что я поставила хэштег для чего ты поставила хэштег нас не догонят под постом в инстаграме что идешь на праймарис потому что я привыкла в жизни побеждать и если я иду к чему-то то я ставлю перед собой эту цель и добиваюсь ее имелось в виду что наверное люди вспомнили тату ту песню правильно но многие знаешь многие мне сейчас говорят что наверное это такой типа пиар-ход чтобы ты вот у юля налет гомофобии но в ее ситуации как бы она же не может правду говорить поэтому он и чувствуется как бы заявила о себе нет это на самом деле был осознанный шаг но имея бэкграунд мой и имея определенной известность славу почему бы и нет знаешь какой самый популярный комментарий под твоим постом так какой догнали догнали понимаешь почему нагнули правда не понимаешь сегодня девяносто девятый год бензиновый кризис скуратов лесные пожары прокат сибирского цирюльника кафельников первая ракетка война в югославии солнечное затмение скандал банков нью-йорк вторая война в чечне книга дженерейшн пи шлягер бели нюх дженерейшн пи дженерейшн пи дженерейшн пи дженерейшн пи дженерейшн пи ну все вот тоже еще То, что пробирает до мурашек. У меня было очень много случаев, когда очень взрослые мужчины, особенно те, кому не понаслышке известно, вот такая военная ситуация, они просто плакали под нее. Ваня пришел к Борису Ренскому и хотел, чтобы Борис стал спонсором антивоенной акции. Это ваш будущий финансовый директор, я понимаю. Да, ну, он инвестор и финансовый директор тоже, да. Борис сказал, что Ваня ушел от него просто ошарашенный, он такого не ожидал. И потом уже началась как раз вот эти вот судорожные раздумья, чего бы такое сделать. Скажи, пожалуйста, вот что у 15-летней девчонки было в голове по поводу этой песни? Сначала вообще ничего. То есть, как и любой 15-летний подросток, меня занимали совершенно другие мысли, другие дела, там, школа, уроки, мальчики, тусовки и так далее. Когда я приехала записывать песню, я просто помню очень хорошо этот момент, я встала от микрофона, начала петь. И Ваня меня такой убирает, так, выходи, говорит, из студии. И я помню, он меня посадил рядом с собой, вот, прям на студии, и сказал, ты вообще понимаешь, о чем ты поешь? Ты знаешь, что происходит сейчас? Весной 99-го года весь мир обсуждал главную новость бомбардировки Югославии силами НАТО. Пилоты Альянса совершали до 800 боевых вылетов. Было применено полторы тысячи высокоточных крылатых ракет, более 20 тысяч бомб. И он мне начал давать вот эти вот, то есть, я думаю, что это был такой психологический ход. Это же Павел сказал. Да, да. С одной стороны психологический ход, с другой стороны он меня очень хорошо правильно настроил на вот это вот настроение. Потому что очень важно... А что он тебе говорит? Ты знаешь, что случилось в Югославии? Знаешь, что там война, там люди умирают, там люди вышли на мост, а на них начали кидать бомбы. Но только он, конечно, Ваня тоже достаточно эмоциональный человек. Он это говорил не так, как я сейчас спокойно говорила. Ты понимаешь, что они вышли на мост, и на них сверху кидают бомбы. То есть вот прям... Ну, скажем так, Ваня психиатр, и он всегда знал, как вывести на эмоции, которые ему нужны. Ну вот наседал, наседал, наседал. Девочка Лена пугалась, пугалась, пугалась. А потом пошла, встала к микрофону, спела. С Ваней всегда было очень интересно общаться. Он, наверное, меня как-то завораживало, что ли. Он был совершенно не похож на всех, кого я знала. Вот, и Саша Вайтинский. Вот Саша Вайтинский, он же написал слова... Он написал Югославию. Югославию, да. Он написал еще «Скажи, зачем?» Скажи, почему он не остался в проекте «Тату»? Вот насколько я знаю, он был не согласен с концепцией. Когда эта история... Ну, мою версию могу дать, потому что в проект пришел я со своими песнями. И Саша, он был слишком гордым, чтобы не быть leading composer. И поэтому он как бы сделал шаг в сторону. Вот моя версия событий. История началась, вот там звонил Ване и говорил, что... Хотя скажу, вот мы с Сашей дружили все это время. Очень много общались, когда я делал проекты. Он там советами помогал и вообще очень помогал. Приезжать, мы едем на студию тогда-то, тогда-то. Мы приезжали, потом мы вдруг начали ездить на какую-то другую студию. Я вообще это, ну, как-то вот, ну, мы не связывали. Мы там сказали, куда приехать. Мы приехали, работаем, все. То есть как-то не было такого... То есть просто не стало войтинского? Да, то есть мы когда-то... Он никогда не обсуждался? Нет. Может быть, даже мы как-то вот спросили, что, типа, Саша, там, где Саша. И Ваня сказал, что, типа, ну, вот с Сашей мы больше не работаем. Кстати, кроме Саши, еще Ваня до меня работал с Ромой Рябцевым. Это группа «Технология». Так что там не только Саша был один. Там был Рома Рябцев, Саша. И потом пришел я и, собственно, стал, ну, работать. Что-то из этой серии. Скажи, ты помнишь момент, когда Ваня Шаповалов пришел к тебе и сказал, что вот девочки, да? Нет, нет, Саша не жалеет. Не жалеет. Я его видел пару лет назад, как бы, ну, он достаточно реализовался в жизни. Группу «Звери» сделал, снял фильмы, но он вполне успешный. Я думаю, что он, наоборот, как-то с ностальгией, поэтому... Давайте вы будете лесбиянками. Да, это была студия. Ваня сказал, что есть такое кино «Покажи мне любовь». Я хочу, чтобы вы его посмотрели. Вот, чистая правда. Это, просто хочу сказать, ты такая симпатичная. Мы все тогда этот фильм смотрели. Фу, Эллен, совсем сдурела. Блин, до чего противно. На Юлю, да, похоже, чем-то? Ну, мы с Леной приехали домой, включили фильм, посмотрели. Друг на друга посмотрели. Намек был понятен. Мы приехали в студию, и Ваня сказал, вот, хорошая история для того, чтобы, собственно, ее воплотить в творчество. И так о себе заявить. Какая голос ваша? Как вы сможете? Слабо? Но меня тогда пробивать на слабо было вообще невозможно. Мне слабо? Да нет, конечно. Он никогда не говорил, что он был с биянками. То есть, такого разговора... Мне уже написали там какие-то спойлеры, то, что там про меня что-то говорят, ну, упомянули. Ну, так вот, прям, первый раз. Я, в принципе, не помню. Я только помню, что, во-первых, мы долго искали материал музыкальный. То есть, было несколько песен до того, как появилась «Я сошла с ума». Пожалуйста. Было несколько записанных песен. И он все вот как-то находился в поиске. А у Вани еще была такая манера, он мог позвонить, мобильных телефонов тогда не было. Он мог позвонить, сказать там, типа, я сейчас приеду, надо послушать музыку. И я помню, как он приехал в машине, ставил песню «Я сошла с ума» демо. Не помню, кто ее пел. Может быть, ее Лена Кипер тогда записала в демо-версии. Может быть, кто-то еще. И говорил, ну, ты слышишь, как круто! Он же такой вот прям, эмоция. А мне он никаких эмоций не показывал. То есть, я ему вставил эту кассету на Пушкинской. Он так нос задрал. Так, ну, да, ну, пойдем записывать. Когда, куда, чего. Так, эмоция. Перед съемками Ваня сказал, что, типа, будете целоваться. Пожалуйста, именно ради этого я здесь. Ну, и ха-ха-ха. Ну, мы такие тоже. Ха-ха-ха. Кстати, о поцелуе речь не шла вообще до последнего дня съемок клипа. Даже я не знал, что они там будут целоваться. То есть, это вообще секретно все происходило. Я помню, что у нас с Юлией была мысль, что он просто пошутил. Я думаю, что у нас с Юлией была мысль, что он просто пошутил. А, то есть, это было так сказано вскользь, вы даже не... Вскользь, даже мы вообще ни сном, ни духом, что называется. Ну, как минимум, я восприняла это именно так. И представь себе наше удивление, когда на второй съемочный день, первый день мы снимали на Хаденском поле. Было ужасно холодно, нас клошматило вообще. Блин, какая же Лена красотка. Прям вот породистая женщина. Саш, если ты смотришь, упустил такую жену. Ты бил вот этой вот мелкой дрожью под холодной водой. Как Ваня опять же объяснял, что холодная именно вода нужна была для того, чтобы мы не переигрывали. У нас же не было такого вот опыта именно съемок и так далее. А ему нужны были трушные эмоции. Вот посмотрите, она живая, прям у него эмоции на лице, как у девочки маленькой. То есть ее явно жизнь не побила и не поколотила. Это всегда привлекается. Факт о съемочном дне. Я... Сейчас передача будет выходить на ютубе. Я там снимался, рассказывал это. Но я вам типа спойлер сделаю, что в съемочном первом дне принимала, по-моему, 4 или 5 моих одноклассниц участия в массовке, которых я привел на съемки. Так вообще, даже синие-синего цвета. Так готовы, да? Сто дни синего. Что ж мне там мазать? Готовы! Мы поднимаем материал от земли на пленку. Это же снег, абсолютно серьезная ситуация, ситуация сос... Не двигайся! Не двигайся! Первый раз вы поцеловались сразу на съемке. Правильно я понимаю? Почему Юля больше, чем Лена везде? Ну, не знаю. Она более такая провоцирующая, что ли. Более... Горячая такая. Это было сложно. Это было сложно. Мы смеялись долго. Ну, вот, кстати, да. Ну, как бы, если на мой вкус брать, по моему вкусу, как бы, Лена более красивая, что ли. Более такая муза. Ваня злился, психовал, потому что, ну, это было... Ну, было смешно. Это мило, я видела эти видео. Ну, было смешно просто, понимаешь? Вот, сыграть вот эту роль... Было сложно. Но тебе Ваня объяснил, про что эта песня? То есть, вот, про Югославию ты очень подробно объяснила, что он тебе рассказал. Тогда нет, мне кажется, такой вот более-менее разговор уже состоялся потом. Когда мы отсняли... Мы не могли отснять сцену с поцелуем. В итоге то, что вышло... То есть, мы, когда начинали церковь, мы начинали смеяться. Ужасно. Ваня ужасно злился. И в итоге мы так ее и не сняли до конца. И вот это вот наше отдаление друг от друга, это промотка назад того же кадра. Потом уже как-то вот Ваня начал говорить о том, что вот существует вот такая любовь, вот такая там... Вот что? Ее не совсем принимают. Ты знаешь, сколько вообще самоубийц среди ЛГБТ? Сколько людей? Ну, вот заметьте, да, Лена ни в какую политику не лезет и говорит искренне, правда, честно, то, что, ну, действительно, как мы все думаем. Покончили с жизнью только потому, что они думали, что с ними что-то не так. И ты себе даже представить не можешь, сколько писем есть к нам обращенных от разных людей. Вы спасли мне жизнь. Спасибо вам. То есть, это была помощь в том числе ЛГБТ? Конечно, это была... Почему не общаются? Ну, я как-то говорил уже об этом, что так долго они были вместе, так все это ярко было. И Юля, ну, как бы Юля перегнула в какой-то момент палку. И начала, как бы, какие-то демонстрировать продюсерские амбиции, вот это вот все. И Лена, ну, не та, с кем так можно разговаривать. Это была... Почему это вообще, мне кажется, так зашло? Потому что это была, опять же, настоящая история. Это удивительная вещь на самом деле, потому что зачастую все сводит именно вот к сексуальной составляющей нашего проекта. Что, ах, лесбиянки, ах, целовались, а вот гейт, а вот так далее. Проект не про это. Проект про любовь. Вот абсолютно вообще просто пять с плюсом Лене за этот ответ. Проект, он не про лесбийство, ребята. Это всегда было про любовь. Про безусловную любовь между двумя людьми. Сложнее? Сложнее. Сложнее, потому что... Ну, на многие вещи ей было вообще тяжело соглашаться. Она такая у нас очень правильная была, очень... У нее есть какие-то свои определенные рамки, через которые она никогда не перешагнет. Приходилось уговаривать, упрашивать, объяснять, ругаться. Ну, из тебя уговаривать не нужно? Нет. Видишь, видимо, об этом спустя годы вспомнили депутаты Единой России. Я был такой подросток, знаешь, такой вот как мальчик-девочка, который вот... Мне нравилось все, что было правильно-неправильно. Вот мне было интересно экспериментировать. Я была вот в этом всем с гармонией, с полной. Вы поговорили. Как развивались дальше события? Я так понимаю, что Ленина родители были же не очень за. Не очень за. И Лена сама была очень... Ленина родители не знали ничего. Вплоть до последнего дня. Можно переступать через какие-то моменты, но она шла. А так вот до тебя же доходили слухи. Вот как ты поняла, что Ленина родители, например, не за эту историю? Ну, потому что, во-первых, сама Лена об этом говорила, что как бы вот в семье у нее напряжена и бабушка, и... Ну да, после выхода клипа, после популярности действительно там все напряглись, потому что родители перед фактом поставили. Но эту бочку уже нельзя было остановить, уже обратной дороги не было, поэтому... Мама, и как-то все это вот... Все обошлось. Такое было для нее сложно. И на самом деле Лена, она зависимый человек была. То есть мнение мамы, бабушки и семьи для нее было очень важно. Да, согласен. Поэтому когда она приходила в проект или в студию, она как бы, ну... Ее мозг был там, хотя в глубине души и внутри было видно, что ей, возможно, и хочется... So, English followers, just ask me questions in English, I will answer in English, okay? И попробуйте быть, вроде бы... Ну ладно, вроде бы здесь нет ничего такого более права. Не то, чтобы против, но они считали, что есть какие-то моменты, которые девочка делать не должна. Это такая... Ну, я помню, у меня самой было там 15-14 лет. Все, эта вся тема секса в этом возрасте, это все такое... Прямо таинственное, такое запретное, об этом говорить-то неудобно. И тут камера, мужики стоят, вы принять должны. У меня не было, я не знаю, как у Юли, но у меня не было ничего запретного в разговорах о сексе. То есть я всегда эту тему... Окей, 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 I will save the live stream and will upload it somewhere, окей? Я ее знала, я задавала вопросы, мне на них отвечали, я много говорила с мамой. Потом у меня была такая не очень приятная история в 11 лет с маньяком. С маньяком что-то, Юли? Что там? Ну, мне повстречался один раз маньяк, в жизни мне было 11 лет. Ничего себе. Мне повезло. Я не знал об этом, никогда Лена не говорила. Все это закончилось так достаточно нормально, без сильных потрясений, без серьезных травм. Но тем не менее, такой эпизод у меня в жизни был. Что он пытался к тебе приставать? Да, да. И поэтому... Да, вот интересно, Лена никогда не рассказывала про такую историю. Я об этом первый раз слышу. На этом, собственно, объясню, почему мама настолько открыто со мной говорила на такие темы. Потому что она очень боялась, что на меня это наложит серьезный отпечаток. Что там, Тигран, что ли, был? Да, Тигран, вот этот посередине. По-моему, это Тигран. Из Лос-Анджелеса. Ну что, Инесса, мы в той самой шестикомнатной, если я не ошибаюсь, квартире, которая в том числе была куплена на гонорары дочери в момент пика славы. Правильно я понимаю? Нет, эти квартиры были куплены на другие средства, их покупал мой муж. А на гонорары дочери была куплена. Сергей, кстати, отец Лены, очень сильный музыкант, очень его уважаю. Прям другая квартира, которая находится в этом же доме. И сейчас там происходит ремонт. Но Лена, получается, купила квартиру рядом с вами. То есть у вас такая связь серьезная получается, если в одном доме. Ну, абсолютно, потому что какое-то время она снимала квартиру, это было где-то там, не пойми где. Посмотрите, у Лены мама тоже красотка. Я поняла, что это ужасно, когда ребенок находится в какой-то вообще не пойми где. Я здесь, а она где-то там. И когда появилась просто возможность, да, приобрести квартиру в этом же доме, только в другом подъезде, то мы ей незамедлительно воспользовались. Ой, слушайте, у вас здесь прям такой уголок. А это вы или Лена собирали? Это я и Лена. В основном это наша бабушка в Царстве Ей Небесное. Она была реально воцерковленный человек. Она соблюдала все. Потому что Лена много в интервью говорит, что она человек верующий. Ну, да. Да, да, это так и было все. Она как бы девушка очень высоких моральных стандартов. И я думаю, что это ей помогло как раз не заболеть с домболезнью в свое время. Из-за Иерусалима. И в Иерусалиме это было что-то невозможное. Это непередаваемо. Это место, в которое надо возвращаться все время просто. Можно посмотреть? Конечно. Молитва ангела-хранителя за детей и внуков. Когда поднялась на Голгофу, то просто вот такое было впечатление, что от пяток пошли рыдания. Рыдания вот снизу и невозможное. И это все выплескивается. Скорбь, страдания, ощущения вот этих страданий, которые были. И потрясающая совершенно вещь, икона Ростовая Матери Божьей, у нее нет лица. Привет, Ань. От горя, потому что видеть своего ребенка распятым на кресте, это же вообще что? Это как? Как это можно? Ну, то-то, кстати, могли бы и не вставлять. Что-то не очень интересно это слушать. Ну, вообще пережить. Четыре миллиона продаж дисков платить. Опять же, четыре миллиона это на 2003 год, 2004. Сейчас эта цифра в разы больше, там, по-моему, больше 11, что ли. Тиновый диск. Вы говорите обалдеть, а вы-то обалдели, скажите. Конечно. Конечно. Да я просто прифигел. Все мы обалдели. Я, честно говоря, вообще не ждала ничего подобного. И как бы у меня были совершенно тривиальные мысли. Мне хотелось, чтобы ребенок стал или медиком, или юристом, или, там, экономистом, не знаю. А тут фигак, получите. Хорошо. А как вы отнеслись к идее Шиповалова, что девочки должны быть, извините, лесбиянками? Я очень удивилась. Удивились? Да. Опять же, вот, Ксюша, вопрос такой, да? Как бы, предполагая, что он прям приходил и говорил, что вот вы будете лесбиянками. Ну, никогда об этом не говорилось, если честно. А, удивилась. Я сейчас по себе просто думаю, вот ко мне приходит, там, мой ребенок. И говорит, что, слушай, такая идея, глаза горят. Гей поцелуй на сцене. Это сейчас очень важная тема. Это так будет провокационно. При этом он сам не гей. Давай, вот я сейчас. При этом ему 15 лет. Я опекун. Да? И решение финальное за мной. Блин, это было бы для меня... Вот я даже говорю, у меня мурашки. Ну, мне бы было очень сложно принять такое решение. Мне и было сложно. Это всем сложно. Ну, учитывая то, что их поставили перед фактом уже после всего. Ну и что? Я просто увидела, что она хочет быть в этом проекте. И я не посчитала возможным помешать ей. Потому что я поняла, что если благодаря мне ее участие в этом проекте не состоится, я бы виновата в этом потом всю жизнь. Ну да. Это мудрое решение своей стороны. Представляете, если бы вместо Лены это кто-то другой бы был, и это был бы международный успех, но эти люди просто не пережили бы этого потом. Я решила, что это ее жизнь, и она должна ее жить. Так, как считает нужным. Это 90-е годы. Даже в Америке на момент создания группы Тату такого еще не было. Вот да, не было. Бритни Спирс заявляла, что никакого секса до свадьбы у нее не будет. И в этот момент, когда... Мы испортили Бритни Спирс, она в итоге на лосе побрилась. Суть и дело, Америка в этом музыкальном смысле отставала от нас, появляется Тату. И появляется... Да, у Лены характер такой более рассудительный, такой, ну вот, как я говорил, высокоморальная такая она. За это достойна огромного уважения. У вас на... Вся в маму, кстати. ...в кухне в виде девочки, которая приходит и говорит, вот нам придумали такие образы, мама, мы будем лесбиянками. Я пытаюсь понять, как в советской... Ну, при всепорожении, в советской женщине с Чеховым и Достоевским на полках, что происходило в момент, когда ей это сообщили, что врача и адвоката больше не будет. Суть вопроса заключается в том, насколько ты доверяешь собственному ребенку для того, чтобы позволить ему заниматься тем, что он хочет. Ну, опять же, мудрая, очень мудрая. Потом я поняла, что это бомба, реально. Когда увидела клип, я поняла, что это... Ну, правда, это бомба. Вы где вас не слышно? Я сейчас убью. Эти двое из Тату своим появлением на радио-телеэкранах возбудили не только наш интеллект. Прибыла российская группа. Моя школьная подружка сейчас покажу. Я сейчас убью. Эти двое из Тату своим появлением на радио-телеэкранах возбудили не только... Вот эта вот у нас самая яркая в школе была. Ходила на огромных платформах. Как и наш интеллект. Прибыла российская группа Тату. Мальчики! Обеспеченный порядком ввели на специальное отделение полиции. И девочки! Мы проснулись, наш клип крутит на MTV, нас заказывают на... Ой, ну вот посмотрите, насколько Юля красивая вообще была вот в те времена. Зачем она все это в себя вколола? Радио, то есть это просто был взрыв. Клип, который... Ну просто вот от природы это нереально красивый человек. Зачем она все это испортила? Крутят на MTV, нас заказывают на радио. То есть это просто был взрыв. Клип, который... Ну вот я такого раньше не видела. Я его в школу носила, показывала. У нас был показ для всего класса. С директором, собственно, школы в этом же классе. Это смысл, как можно сказать, как смысл в жизни. Одна из целей может быть похожа. Понятно, что все, что в 90-х было настолько ярко. Вот посмотри, мы появились в образе двух девочек, любящих друг друга. Вау-бум. Все обораживаются. Тату-ту-ту-ту. Потому что, наверное, до этого никто этого не делал. Все боялись, все как бы вот стороной все это обходили. И форно, морно, татушки, матушки, гей-параты. Девушки заявили публично, что они лесбиянки. Причем, в достаточно таком малолетнем, я бы сказал, возрасте. Все. Двенадцать злобных зрителей, что ли? Они лесбиянки, причем, в достаточно таком... Фан-факт. Я лет в 16 ходил на MTV, чтобы меня взяли одним из злобных зрителей. И меня не взяли. Малолетнем, я бы сказал, возрасте. Все, за очень редким исключением, восприняли это на ура, как шедевр. Ну что, вы знаете, как это вы сейчас выписали? Да! Лесбийская любовь. Ой, как это все страшно сегодня. Все эти аномалии. А что начали говорить ваши коллеги по работе? Вот наверняка же, знаете, эти добрые бабушки-соседки. Да как это можно? Да Инесса, да что-то. Там же не всем понравилось. Там же была вот эта советская война. Нет, на Ариэшке. А чмурила меня по этому поводу моя ближайшая подруга, которой, к сожалению, уже нет в живых. Чмурила по-черному просто. Подруга, которой, к сожалению, уже нет в живых. Заулыбалась почему-то. Радуется, что в живых нету. Чмурила по-черному просто. Что говорили? Или что оказалось права в итоге. Именно вот то, что вы только что сказали. Да как ты могла? Да, кстати, очень крутой ремикс. Боже мой, где были твои глаза, уши, лопа, я не знаю, мозги. И еще была очень неприятная история. Младшая девочка ходила на рисование. И вот учительница рисования почему-то решила чмурить сестру Лены. А каким образом? Как она ее чмурила? Ну, она говорила о том, что как это такое возможно вообще, что твоя сестра в этом участвует. А при чем здесь сестра-то вообще, я не понимаю. Ну, смысл был такой. У меня родилась ассоциация, что ваш вот этот первый поцелуй встает в один ряд с поцелуем Брежнева и Хонекера на берлинской стене. Понимаешь, о чем я говорю? После нас поцеловалась Бритни Спирс с Мадонной. И когда ты видишь такую реакцию окружающих, и когда ты видишь, что вдруг ни с того ни с сего ты стала популярной, и к тебе приходят поклонники, как можно не верить человеку, который это все придумал. Получается, у двух девочек предположил, что это нужно аудитории. Я точно, никто сказать не мог, никаких замеров, кроме интернета, который свидетел, что посещение подростковых порносайтов зашкаливает. Так как Ваня детский психиатр, ты знаешь, и у него каждый шаг был настолько вот продуманный даже в плане нас, нам это объяснить, что для нас это было легко сделать. Не просто какое-то вот опять же там или так или никак, а постепенно, плавно. Он какое-то время нам не разрешал ходить на интервью, показываться на публике, ни с кем разговаривать, отвечать на вопросы. То есть вот эти первые интервью, когда мы ездили, я очень хорошо помню, что отвечал на вопросы наш директор тогда. Да, было такое. И правильно, ну как бы, правильно делали мы, что запрещали им говорить. Потому что мы, конечно же, видим спустя 20 лет, что не всегда могут говорить так, как это надо. Надеюсь, понимаете, о чем я. Леня Дзюник. То есть вы ходили на интервью, но молчали? Да. Да. Ах, как, подожди, то есть вот сидит журналист, сидит ваш директор. Ну вот я бы, например, была таким же, спросите, но могу все-таки обратиться, пожалуйста, Лену? Да, все время хотели обратиться. И что, в этот момент он говорит, нет? Или что? Мы отсылали к директору. Ну, по поводу Валерия сейчас отвечу. Там нет такого, что он не пошел, потому что на пике Валерия собирала полностью Уэмбли арена в Лондоне. То есть там, по-моему, 60 тысяч человек приходило на концерт. Плюс мы были в чартах британских. Ну, то есть не было оглушительного успеха, но я бы и не сказал, что не зашло. Ну, вот. Интервью всякие там были у него на каналах. Определенные, как бы, инструкции. Обложка Белборда. Но, наверное, стратегически он правильно все это делал, потому что чем дольше ты держишь, тем больше растет интерес. Ваши гастроли. Чего вы только не вытворяли на ваших гастролях? Вы не боялись ехать по стране, которая привыкла, что после Кобзона выходит Алла Пугачева? Все просто взрывались и орали наши песни. Чего нам было бояться? Да, но эти, собственно, там несколько песен с альбома Валерия, они для третьего альбома Тату были написаны. Провинциальная публика в России, она же все-таки другая. Было пару моментов, когда нас, типа, закидывают. Ну, вот какой-то единичный случай. В Белгороде. Да, в Белгороде был случай, когда нас там закидали там серию помидорами, какими-то бутылками. А вот на последней песне публика проявила себя агрессивно. Первые кинули банку из-под пива. Сейчас вы увидите, как ближайшая к нам танцовщица отобьет ее рукой в сторону. Такого ужаса, такого позора ни в одном городе не было. Ходят слухи, что избили участников конкурса. Но у вас же был конкурс, когда вы на сцену звали целоваться. Да. Мальчиков с мальчиками, девочек с девочками. Давай, 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 давай. У нас даже в Баку целовались. Вот я представляю Псков, например. ДК во Пскове. Выходите вы. Цирк во Пскове. Арена цирка. Арена цирка. И говорите. Песня I know была точно для альбома Тату. Потом Разрушить любовь. Да, было написано, когда я еще жил в Лондоне. Да, для Тату писал. И Медлячок там, не помню, как называется. Ну, вот эти песни, в общем-то. Ребята, мальчишки, трактористы, выходите, целуйтесь друг с другом. А, ну, собственно, те, на которые демо Лена записала. Это вот прям вот реальный фан. У нас, я говорю, у нас в Баку люди целовались. Я не слышу! Мисс Юдан. Вы понимаете, что сегодня вас бы уже Мизулина привлекла за то, что вы пропагандируете нетрадиционные отношения. Ну, наверное, но опять же, я говорю, все должно как-то было срасти. Значит, мы должны были появиться именно в то время. И вас наверняка начали приглашать на корпоративы. Да. Расскажи какой-нибудь случай, потому что это же нулевые, я по себе помню, это же самые жирные годы. Очень-очень много было, да, правда, всего. И тогда это было действительно то время, конец 90-х, когда гуляли, мы понимаем, кто. Да, и вы еще девчон. Холси Найтмар, послушайте. Слушай, был один, я тебе прям сейчас вот то, что мне первое идет в голову. Был такой случай за городом, часа полтора от Москвы. Мы приезжаем, там много разных артистов выступало. Ну, правда, уже в зале никого не было, потому что там кто лицом в салат, кто уже разошелся по спальням. Ну, мы отработали, ну и одеваемся, собираемся. Вот с нами охранники, стук в дверь, заходят и говорят, что выезжаете уже, да? Ну, директор нашей охранники говорит, ну да, девочки. Нет, ну выезжаете, а девочки остаются здесь. А нам 15-16 лет. Да, я знаю, слышал эту историю. Это действительно случилось. И нам всем, конечно, не по себе было от этого. То есть, как бы, ну, мы это все слышим в дверях. Нет, вот вы охрана, директор, выезжайте, девчонки с нами это не обсуждают. Ну, это вообще, какими надо быть отмороженными дебилами, чтобы несовершеннолетних заставлять. Ну, слава богу, обошлось. Директор выходит, говорит, вы вообще понимаете, что, как бы, ну, девочкам 15-16 лет, что они могут? Ну, оральные же методы никто не отменял. Прямо так и говорят. Да, директору. И мы вот с Леной, вот, как бы, одеваемся и слышим вот эти вещи, что, вот, ну, мы за городом полтора часа от Москвы. Люди, понятно, непростые. То есть, ну, наши два охранника, ну, будем честны, что они могут в тот момент вот сделать. А оказалось там, что у нашего директора какой-то там знакомый, который знал тех, кто в этом всем, он позвонил, говорит, слушайте, извините, мы вот здесь приехали. И вот этот знакомый в этом кругу позвонил, объяснил, что, ребят, вы что, отпустить девчонок, это вообще даже не обсуждается, это наши близкие. То есть, неизвестно, что бы было бы, если бы, вот, в открытую. Ну, ничего, оральные же методы никто не отменял. Слушай, а перед политиками вы выступали? Да, в Казахстане было выступление, да, мы выступали. У Назарбаева? У Назарбаева, да. А с какой песней, интересно, у Назарбаева? У нас было полчаса программа. Ну, все, все хиты, все были. И они прямо вот под «Мальчик гей» танцевали. Я думаю, что мы не пели, а все-таки на «Карпоте». «Мальчик гей». Почему Лена рассердилась? Ну, потому что там демка была записана, она там не очень хорошо спела, и там не было текста. И я, соответственно, не спросил разрешения у нее, а поклонники, ну, прям требовали, там, каждый день мне писали, да выложи, 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 выложи. Потом, когда все закрыли, всем скучно стало, ну, блин, надо было хоть что-то выкладывать. Вот, я выложил, но в итоге Лена расстроилась. Но я думаю, она уже «past that», как говорится. Она уже нормально. Просто, Назарбаев, вот я тоже там работаю. Я думала, нас не догонят, не верь, не бойся, полчаса, покажи мне любовь. И в «Мальчике», я думаю, что мы там не пели. Все-таки это было для других немножко местно. Предназначено. Понятно. А для русских политиков каких-то в то время выступали? Нет. Вот так не предпоминается, нет. Я бы не сказал, что это явление и феномен русской культуры. Если бы это был феномен русской культуры, я думаю, что нужно было бы, чтобы этот феномен был, скажем, балетом, или симфонической музыкой, или цирком. Я тоже считаю, что правильно сделал, что выложил. Русский супер-дуэт «Тату» успешно покоряет Запад. 22 октября альбом «Вместе по встречной» был выпущен на территории США. С самого начала «Тату» отличались от всего, что вы видели. И это очень приятно, потому что у нас так много «Бэкстрит Бойс», так много «Бритни». Другими словами, типажи... Вообще, кстати, западный успех во многом благодаря Дэйву случился, потому что он очень сильно адвокатировал на Интерскобе нас. И огромный Дэвиду респект. Дэвид, если вы слышите это, то большое респект вам. Спасибо. Это правда, что Стинг записал вам партию гитары? Да, для песни «Фрэнда Фо», это правда. Мы были в Америке в компании Интерскоб, и они сотрудничали с Стинг, Брэн Адамс, Мэрин Мэнсон, Эминем, Блэк Репис, Леди Гага, ну, то есть ряд артистов великих. И Мартин Кирзебаун, кто был нашим продюсером в Америке, он был и по сей день является очень... Мартин не был продюсером в Америке, Мартин был Эйн Дар, так называемый, артистом и репертуарной Интерскобе. Очень близким другом Стинга. И Стинг написал партию, правда, гитарную, песню «Фрэнда Фо», это было тогда прям... Ну, вы, наверное, присутствовали в студии? В студии подписывал, конечно. Вот так скажи, как это было, как вы познакомились, какое впечатление? Слушай, ты знаешь, я тебе так скажу, западный шоу-бизнес, он очень отличается от нашего. Там настолько простые вот люди этой величины, в кедах, в маечках, в джинсах, скромненько, девчоночки, здравствуйте, кофеек, чаек, все это... На немецком, не знаю, почему не вышло. Столько... Нет, вот мы сидели, прям, мы ждали, мы прям вот так сели, прям, ой, сейчас зайдет Стинг, а что мы ему скажем? Как мы... Борь, я бы сказал, девчонки, расслабьтесь, будьте теми, какие вы есть, и все, приходит Стинг. О, хеллоу, как дела у вас? Пойдем в студию, я вот тут сейчас вот. Все, сидели, болтали. Ну, ребята, ну, как бы... Я не знаю, про какую ситуацию Юля сейчас рассказывает, но, насколько я знаю, Стинг записывал его партию баса в Нью-Йорке, пока мы находились на студии в Лос-Анджелесе. Я не знаю, может, они как-то отдельно встречались, но похоже, что Юля немножечко перегибает палку здесь. Музыцировали, там что-то подпевали, все, все... А он вас знал, естественно? Да, конечно, но он знал, что мы в компании Интерскоп, да, что это как бы... Песню вашу знал? Да. Да. Было это ощущение, что, мама, ущипни меня, я не верю, я со Стингом... Как выпускать песни? Ну, просто писать хорошие песни, выкладывать в интернет, они становятся хитами, шазами. Много таких историй из России, люди попадали в Шазам чарты. Сохраню, да, эфир, если батарейка не сядет, я думаю, что сохраню. Стинг для меня записывает гитару, и это вообще... Я тебе скажу, что для нас вообще было, когда мы с Леной в 16 лет первый раз приехали в Америку, для нас просто было вау, потому что все наши сверстники в школе, ну, не то, что мечтать об этом не могли, это было что-то... Не, я не спорю, что они могли видеться, но просто не конкретно в этом контексте, потому что Стинг, я прям точно знаю, что он гитару записывал в Нью-Йорке вместе с Мартиным. Какие они классные были вообще. Ты, ну, как бы... И сейчас тоже классные, но тогда вообще просто звезды. Посмотрите на них. Какая была высшая точка, когда ты понимал, что, блин, вот это был наш пик. МТВ и Мьюзик Уорс. Когда мы вышли с нас не догонят, и когда Павдеди юбками... Когда получали? Да, это был пик. Когда мы выступали. А, ностальгия. Да, такая была интересная идея у Вани, чтобы мы вышли из зала, и с нами тогда на сцене танцевали бусики-долс. И в конце концов... Ребята, вы представляете, российская группа на вручение одной из самых престижных музыкальных премий в мире устраивает такое шоу. Но это вообще... Это даже присниться никому не могло. А мы это сделали. Просто вот такое это счастье, ребят. Свои девчонки скидывают с себя юбки, танцорщицы, и Павдеди взял эту юбку, и встал, и просто... Стоял, и не крутил, и вот это... То есть мы на сцене... Павдеди? Павдеди. С юбками в руке. Это есть, видишь? Да, юбка в руке, и вот он... То есть это, сидят звезды, артисты, мы на сцене. МТВ Мьюзик Уорс. Это... Вот, ну это было просто... Но это счастье. Это просто не опишешь. То, что я тогда испытывал... Боже мой. Сейчас расплачусь. Это как будто бы, не знаю... Вот люди... Как будто мы до этого мы жили в таком темном, сыром месте, и тут свет включили. Ну, короче, не опишешь словами. Я не поэт, к сожалению. Трешая точка. Вот в этом зале за еще Павдеди с нашей юбкой. Нам было тогда... Это уже англоязычный альбом 17-18. Ну что может быть круче? Ну вот, например, Хуй в войне. Так. Очень известная наша акция. Вот опять же, в передаче, которая выйдет на ютубе скоро, в июне вот в этом месяце, я говорил, как раз признал, что Ваня гений. Да, он гений, в том числе из-за таких акций. Но это реально провернуть вот такое вот... Не рассчитывая, да, не консультировая с администрацией президента, просто за всю страну. Это гениально, ребят. Таких акций я не припомню вообще никогда и нигде. И непонятно, почему это так мало обсуждали и обсуждают. Но это реально же гениальный ход. Да, мы в Америке. Американцы... Сейчас война в Ираке, да. Но мы выходим на... Джей Лену, Джимми Киммел. Не помню, на какой... На какой-то из них мы вышли. Спасибо, девочки. Очень припомнили. Спасибо, ребята. Спасибо, ребята. Мы не просто написали какие-то там песни хорошие, да. Мы еще и это сделали. Я не знаю, может быть, только поколения пройдут, и мы осознаем, что это было. Я не понимаю, что это было. Потом кому... Кто-то кому-то шепнул на ухо, что у нас написано. Перевел дословно. Гений, гений. Нам запретили выходить в этих майках, и на следующей передаче мы вышли в майках censored. Вы понимаете, в Америке, которая всегда говорила, что у них там свобода слова, Конституция, выходят русские, и их цензурируют. Это гениально. Но при этом акция-то уже все пошла. Она уже разошлась везде и всюду. Ваня объяснял, что любой... То есть... Блин, ну у меня просто в голове не укладывается. Просто... Государство создают, там, не знаю, шпионов, агентов, которые пытаются там что-то подорвать, там... А мы обычные люди, выходим... Выходят две несовершеннолетние девочки, пробираются как-то в эфир самые рейтинговые передачи и показывают хуй всему миру. Хуй войне. А потом еще и цензурируют. Это невозможно... Это вот, не знаю, вот такое окно открылось возможностей только, наверное, раз в жизни. Я не знаю, возможно ли это повторить. Невозможно. Это просто гениально. Разрушение само по себе, да, это плохо. И что у нас... Что мы можем сделать что-то большое, что-то великое, что все обалдеют. А выставить тату на Нобелевскую вот с этой акцией? Это же две девочки, понимаешь? Нобелевский лауреат. Ахуительная история. То есть, если мы выйдем в этих футболках, где написано хуй войне... Так, почему-то вылетел лайф, я не понимаю. Наверное, какое-то время и он вылетает. Вот. Ну, короче, продолжаем. Извиняюсь за такую неполадку. Не знаю, почему это произошло. Так, продолжаем. И по-другому посмотреть на ситуацию, что-то изменить в глобальных масштабах. Я все пытаюсь понять гениальность Шаповалова. Кто же он такой? Как же он смог предсказать Пусси Райт? То есть, по сути дела, то, что... Не знаю, сравнивать тату с Пусси Райт, это, конечно, слона с моськой. Том взорвало мир второй раз, и Мадонна встречалась с Пусси Райт. Это же все... Как бы они же с вас это списали. Ты это понимаешь? Не было желания написать, это мы вообще первые сделали. Потому что в любом случае мы понимали, что мы это уже сделали, это уже было после нас. Кимашин пожирает маски! Славная религия жесткого пеница пациентам предлагает принять комфортно! Мне кажется, мы не были настолько жесткими в этих выражениях. Но время стало жестче. Ну, наверное. Мне кажется, что все-таки мы это искусство. А Пусси Райт, нет? Там эмоция изначально она такая больше негативная, больше злая. Ну вот я с Леной согласен здесь. вот это вот, что типа нахуй! А у нас было про любовь. Да, да, Лена абсолютно права. Когда пришли первые прям большие деньги, которые вот ощутимые, они, собственно, наверное были и последние. Это была Япония. Как ли, сколько это было? Два миллиона долларов? Нет, по-моему миллиона. Ну вот чтобы нашим зрителям объяснить, 2003 год миллион долларов это сейчас как, ну я не знаю, ну как 10 миллионов, наверное. И что? Вот и ваши ощущения. Матума. Мы очень плохо с нами Япония, мы там не были никогда. Хочу я тату по-русски вы пишу. Мирна, понимаешь, что останавливаться нельзя. Мы весь мир ведем за собой. Позитите, пожалуйста, так, вы очень выручитесь, да, вот так показываете. Вот так любим просто. Крипово, да? Какая-то криповая тетка. Так удобно. Крипово, у тебя кровь споем. Хочется в Японии суши поесть. Это было яркое пятно, потому что после Битлз были мы. То есть в Японии не было Мадонны, в Японии не было Леди Гага, они как-то не приняли это. Это вообще такой отдельный мир, отдельная страна, и вот после Битлз были мы. То есть они знали, что есть Битлы и есть Тату. Вот тоже, легендарная история, то, что в Японии покорились сердца японцев, хотя они как бы, насколько я знаю, к русским так себя относятся. Ну, язык островов там и так далее. Супер! То есть мы были просто там вот национальные... по поводу каверов, те каверы, которые делают западные артисты, они напрямую с издательствами согласовывают, включая, ну, вот, те, кто не российские, включая, там, украинских, там, и так далее. Поэтому с нами ничего не согласовывали, но с издателями сто процентов согласовывали. Пожалуйста. все для вас. Немножечко их раздвинуло, чтобы мы могли съесть машину и доехать до тыля. С точки зрения гастролей, когда вот вы ездили, это же очень такая ранняя самостоятельная жизнь. Да. Было такое, что резко повзрослее. Наверное, да. Нам просто было некогда вообще ничего. Потому что график был настолько напряженным, особенно в начале пути, да, вот, бум, взорвались, и дальше вот понеслось. И вот это понеслось, я помню, я была в 11-м классе училась. Только благодаря своему директору я закончила эту школу, потому что с февраля месяца 11-го класса я уехала на гастроли. По 30, по 35, иногда там за вечер по 2, по 3 концерта мы работали. Сколько за первые гастроли заработали? Слушай, сначала нам платили типа 100 долларов за концерт. Потом мы пришли и сказали мало. Нам начали платить типа 300 долларов. Кстати, вот писали сначала, почему меня нету в этом интервью. Я бы смотрелся неорганично здесь, потому что я больше как бы вот такой с технической стороны в проекте участвовал, не с публичной. А тут как бы наоборот хорошо, что они рассказывают о каких-то внешних событиях. Я как бы у Терлецкой рассказал более о внутренних каких-то, да? Я бы не смотрелся здесь органично, честно. За концерт. Это все равно опять же за счет количества это были огромные суммы денег, которые мы зарабатывали, о которых например девочки или мальчики нашего возраста даже представить себе не могли, как это выглядит. Иван Шаповалов молодец, 100 долларов девчонка. Девочкам денег хватит тех, что им гений, конечно, но кем он себя мнит вот в этот самый момент? Посмотрите на этот смех. Это наверное тех, что им. Я думаю, что все, ну как бы что бы в твоей жизни не происходило, но так вот высоко забираться, как Ваня забрался, не стоит ни в коем случае. Это ничем хорошим не закончится. Я думаю, хватит до конца жизни. Ну а как? Ну правильно. Никак иначе. Ну да, а потом это было 300. А потом, когда вот уже начались обсуждения в сторону именно подписания официального контракта, вот тогда уже были подтянуты юристы, и вот тогда уже начались совсем другие условия. Я знаю, что родители в какой-то момент действительно хотели вас обезопасить. они наняли адвокатов, и я знаю, что Ваня не всегда к этому хорошо относился. Не всегда, это правда, потому что изначально... Да, я с Ваней не общался вплоть до его первой болезни, вот, я его ненавидел, потому что он очень сильно меня обманул, и продолжает по сей день получать половину всех моих денег за песню. Вот, но когда он заболел, мы реально все испугались, и даже я оттаял на этом моменте, и позвонил его жене, предложил помощь свою. После этого он выздоровел, и нашел способ на меня выйти. Написал мне ВКонтакте о том, что хочет пообщаться, мы созвонились, он просил прощения у меня за все, и я его простил. И не жалею, что я это сделала, потому что жить с обидой так долго, это не очень хорошо. Как ты знаешь, когда начинается проект, есть инвесторы, которые вкладывают деньги, и на протяжении двух-трех лет все это вычитается с работы, с концертов, чтобы отдать инвестору. Но дальше же никто не думал о том, что это будут мировые слова. И здесь уже другие гонорары, здесь другие расходы на проект. И как бы, ну, никто не говорил об адвокатах и юристах. Две девочки как бы вот сидят себе там, ну, получают они там столько-то, столько-то. Ну, вот, родители в тот момент подумали о том, что, ну, как-то надо, наверное, правда взять адвокатов и в этой ситуации разобраться уже более детально, где деньги, какие суммы денег, сколько пойдет девочкам, как это все делится, какая расходная часть проекта. Это же нужно было все. Мы были несовершеннолетние, мы не знали, мы не думали просто об этом. Мы в принципе об этом не думали. Мы были с открытыми глазами и для нас вот все. Поэтому, да, были взяты адвокаты и юристы. Ване это не нравилось. Естественно, это было такое все, максимально он старался все это завуалировать. А кто вам предложил? Боря предложил вам адвокатов, юристов? Да, Борис Ленский. А как же он пошел, получается, против своих же интересов? почему нет? Он был инвестором, он был очень честным, он просто сказал, что давайте мы возьмем адвокатов, которые будут с вами вместе, создадим контракт, где будет все прописано. Потому что как раз таким было нечего скрывать. Юристов нашел мой папа. Он дружил тогда с таким политиком Борей Надеждином. Вот. И как раз Боря Надеждин посоветовал ему юридическую фирму, с которой мы потом сотрудничали. Юристы что, какие-то лучшие условия вам выторгали? Конечно. Какие? Ну, получается, что мы были практически на равных. То есть Боря, Ваня, я и Юля. У каждого по 25%? Да, типа того. Ваня вообще не про деньги. Ваня про творчество и про искусство. Это он вам так сказал, когда он оплатил 100 долларов? Он так же он абсолютно говорил, когда отказался от 2 миллионов долларов за фотографию с энергетическим напитком в Японии. Вы же потеряли контракт с энергетическим напитком как раз из-за наркотиков. Вот расскажи, а как это было? Я не помню, как это было, что Ваня сказал им, потому что все же как бы мы были по ту сторону. То есть есть Ваня, который вел переговоры с ними, с юристами. Я не была в тот момент, когда что-то коснулось наркотиков. Я этого не видела. Но конфликт был, что Ваня то ли был в неадекватном состоянии, то ли что-то он сказал, то ли что-то он сделал. Просто нас отвернули и все. Насколько я знаю, японцы хотели от него подпись в контракте, что он не будет курить траву в Японии. И он отказался это сделать, подписать этот контракт. Ну, я конкретно про эту ситуацию мало, что знаю. но знаю Ваню в тот момент, что я думаю, что он делал эти поступки, совершал, и очень много таких неправильных движений с его стороны все-таки было. там же Ваня, там же Ваня, насколько я понимаю, он такой тоталитарный лидер очень. Ему было очень тяжело находить общий язык с американскими продюсерами. Вы как-то это видели? Да. Потому что, конечно, у них свое видение, у америкосов. Они ориентировали этот продукт на американский рынок. А все-таки там немножечко другие приоритеты. Потому что у Вани, как ни крути, за всем этим, ну, даже если на клипы посмотреть, как они сняты, всегда, ну, это вообще свойственно русской культуре. Подтексты. Всегда. Контекстно-подтекстные вещи в глубину, там, а это имеется в виду, ля-ля-ля. Америка, площадь, шоу, идеальное, великолепное. Ну, это шоу. Дальше ничего нет. Гоша, привет. Поэтому как они могли, собственно, где? Этот хочет все-таки что-то туда вложить, какой-то контекст, потому что он не умеет по-другому. А эти хотят вот такие вещи. Все, что касается шоу-бизнеса, в Америке развито вообще на другом уровне, чем у нас. И раз уж ты туда вырываешься, и ты первый русский, кто попал в эту стратосферу, может, стоило, ну, как бы отдать. Ну, здесь я согласен с Ксюшей, потому что на их территории надо по их правилам играть. И играть по тем правилам, что это было умнее. Криэйтор не может отдаться и законы логики. Создатель чего? Создатель акции «Хуй войне», извиняюсь за выражение. Конечно же, ну вот ему дали пошалить, но дальше надо было отдаться и зарабатывать деньги. И мы бы увидели не три альбома, а 30 альбомов, и это была бы самая известная русская группа в истории. Ну, как бы и сейчас является, но мы бы больше услышали материала и всего остального. Это лично мое мнение. И разу мы здесь не работаем, это мудро. То есть Шаповалов просто не мог. Знаю ли я группу Тату, что-то слышал. Дать это американцы. Конечно. Вы думаете, у него из-за этого вообще вот поехала условно крыша? Условно поехала из-за звездной болезни. Ну, согласен. Я думаю, что это основной триггер. На мой взгляд, Ваня немножко переоценил свою значимость. Ну, давайте будем уже до конца честными. Ваня улетел в космос, заболел звездной болезнью, подумал, что он бог, создатель этого мира и что он может делать, что хочет. Ему за это ничего не будет. Ну, как бы, это далеко от истины. Мы были на ТВ-шоу, уже тогда сотрудничая с Уберскопом. И вдруг он нам позвонил и сказал, что девочки, вы на сцену не выходите. Ну, вот тоже, да. Тоже он начал играться в такого вот туда пойдут, туда не пойдут, но это как минимум глупо. Звони, потому что сейчас мы просто посылаем вопрос и выходим на сцену. Это неправильно. Хорошо, я не парюсь. А если тебе нужно какое-то решение? Я догорел. Все. Ну, приходи, приходи. Если тебе нужно какое-то решение? Я догорел. Это был адвоката Сережа Бобза. Я когда готовил первый суд, мне подружка, вот та вот, про которую я говорил из школы, нашла адвоката. И это был как раз вот этот вот Сережа Бобза, который меня выслушал, принял, я ему рассказал всю стратегию о том, как я собираюсь подавать в суд и так далее. Потом он взял эту информацию и пошел работать к Ване. Представляете? У тебя, какое-то решение? Я догорел. Все. Ну, приходи, приходи ты сюда, мы сейчас здесь поговорим. Приходи ты сюда. Мы в четвером поговорим нельзя. Не надо так это. Тот момент, когда все-таки мы были помладше, мы как-то больше действительно, наверное, слушали, и мы были девчонками, для которых все это, знаешь, как все случилось, и вот, вот она наша мечта, вот мы все, мы вот, мы готовы сидеть, слушать, делать, вот все, вот. Когда все-таки ты уже проходишь через какой-то этап, ты становишься уже как звездой, и у тебя уже появляются амбиции, вот тут ты уже можешь, вот это все тоже оно имеет место быть. Все-таки, знаешь, как в нужное время в нужном месте. Ваня... Не, Бобз был просто юристом, который там контрактики составлял. Сказал с учителем. Ваня, безусловно, создал гениальный продукт, но ты же понимаешь... Опять же, вот мне нравится немного такая линия, что Ваня создал гениальный продукт. Вообще-то, его не Ваня создал, а мы и все вместе создали. Ваня, конечно, играл свою роль, но что-то Ксюша немножко преувеличивает здесь его заслуги. Знаешь, что иногда для того, чтобы создать гениальный продукт, вы становитесь материалом этого продукта. И с материалом человек, создающий продукт, делает разные вещи. Ты же помнишь тот момент, когда Ваня поставил камеру в клипе «Простые движения» и сказал «Мастурбируй, когда кончишь, позовешь». «Простые движения» Ну, как сказать, он нашел нас. Я, например, сам в проект пришел, я не находился. То есть, не было такого, что Ваня мне позвонил и такой, Сергей, приходите к нам в проект. Просто, мы все на Ваню подтянулись, да, вот на нем завязались, он деньги достал под проект. Но, опять же, ну, переоценивать его заслугу тоже я бы не стал. Позвонил Ване, это было очень неожиданно, во-первых, мы были с Леной дома. Никаких задач Ваня не ставил по материалу. То есть, он давал мне фразочки какие-то, там, нас не догонят и говорит «Иди напиши». Я ей хоть, ну, шел и писал какую-то задачу, там концепцию и ничего такого не было. Идею Лена Кипра придумала. Мне хотя бы позвони там из номера, там, скажи, что все в порядке. Я прихожу, Ваня говорит «Ну что, у меня идея. Я знаю, что такая вся вот летящая, горячая, там, горячая, там, влюбленности и все остальное. Вот представь, что твой молодой человек это камера». Я говорю «Так, что надо, раздеваться, танцевать, стриптиз?» Он говорит «Нет, все гораздо проще». Садишься и начинаешь любить себя. Но ты должна кончить. Я говорю «Ваня, ты знаешь, вряд ли бежать». Я говорю «Мне смешно, вот стоит камера». Он говорит «Представь, что твой любимый мужчина на тебя смотрит». Я говорю «Наджи не мой любимый». Он говорит «Отдин большой глаз». Ты говорю «Сейчас его включишь и уйдешь». Я говорю «Что, должно все быть честно». Слушай, ну проходит часа полтора-два, приходит Ваня, а я лежу на диванчике и смотрю телевизор в номере. Ваня говорит «Ну как, ну иди посмотри». Он выходит «Это нечестно». Ты сыграл, не получилось еще раз. Я говорю «Ваня, мне не получится». Ну правда, не получится, что я не могу. Правда, я ржу, но я не могу, мне смешно. Как это сделать? Он говорит «Так, ты актриса или нет?» Да, да. Ваня сначала снял Ренскому рекламу его компании. Так они познакомились и потом в одном из разговоров Ваня просто просунул, что не взять ли ему бюджет у Ренского на проект. Вот. И, собственно, Ренский дал ему денег. Вот представь, что ты вообще как? Ты что, не можешь это сделать? Элементарные вообще вещи. Самое простое, что может быть никого нет в комнате. Ты не на съемочной площадке, ты в номере в гостинице. Расслабься, не знаю, позвони кому-нибудь по телефону, представь, послушай голос чей-то. Сделай это. Ну блин, если я это не сделаю, то у меня будет мучиться еще два дня здесь. Я хочу побыстрее как-то вернуться уже в ту жизнь, выйти погулять по Лос-Анджелесу. Надо сделать. Ну, в общем, я справилась с задачей. Я включила все свои ресурсы. Сколько тебе лет было? 16-17. Да, у Ренского была фирма Эры ИК называлась. Компьютерами торговал. Достаточно большая компания была. Он уже тогда был огромным таким богатым человеком. Многомиллионное состояние у него было. Сейчас, когда ты думаешь вот об этом эпизоде. Все же страшнее было не это. Камера я вдвоем ттт ерунда. А когда в Японии у нас был наушник, Иваня сказал, значит, перед песней простые движения, ты сянешь, да, надо бы запонить я тоже так думаю. Ты руку вот под джинсы и начнешь мастурбировать. Вот здесь я поняла, что камера это правда самое простое, что может быть. Он говорит, надо так сделать. Я говорю, Вань, как это? Че? Говорю, тут люди, камеры, фотографы, как это? Люди? Что сейчас? Как это? В роли кого? Я на сцене, но одно дело камера клип тет-а-тет это как бы моя личная как мне? Че? Да-да, он купил склады какие-то рядом с Шереметьевым и что-то там складывает теперь. Но они в Силиконовой долине очень большие, там какие-то софтины разрабатывают его сын, по-моему. Джинсы очень красивые, сядь, две-три минуты перед началом песни я запущу ее, ты вот мастурбируйся не на сцене. Да, working with Boris was the hardest. even harder than Ivan because Ivan he's a creative guy and Boris a pure businessman. And when he came up with his image ideas, with his lyric ideas, that was really hard for me to put it on my music. So, yeah, it was hard. Вот это было сложно. И, я это сделала. 50 тысяч глаз. Это ведь личное. Это было, знаешь, как, ну, я это сделала, но я просто в моменте, мне было сложно, мне было тяжело, конечно. Как ты думаешь, он имел моральное право просить это от тебя? Я тогда об этом не думала. Ну, как ты думаешь, вот, зная, что вы в его власти, что вы его уважаете, что вы цените его, и что он вам как бог, он имел право вот такие вещи делать с вами? Сложно сказать. Наверное, послушайте, Юле даже вот заставлять не надо было вот такие вещи в то время. он же это не делал с точки зрения какого-то плохого и чего-то, знаешь, я к тому, что я удивлен, что это не Юлина идея, понимаете, о чем я, да? из вон выходящего, коль я сыграла эту роль в простые движения, это была я. Он делал это для того, чтобы у вас было больше популярности, больше денег, соответственно, для вас нет. по провокации все это, все это, все понятно, но он отталкивался от того, в том числе, он не просил это делать. Да, согласен с комментарием, что, как бы, это ответственность Юлина. Сразу что он-то и делал, ты сразу находил слабое, в этом смысле, звено, кем нужно манипулировать. Он сказал, что я это сделаю. Ну, ты бы хотела, чтобы твоя дочка была на этом месте? Нет. Ты бы в этой ситуации стала так делать? У меня не было такого опыта. Ну, блин, ну хорошо, ты бы согласилась? Если бы я была опытной в этой сцене... Ну, Лена, ну, снимайте клип. Так. Ваня приходит и говорит. Лена бы никогда не согласилась. Говорит, слушай, вот ты в этой сцене должна сделать так-то. Давай, вот тебе камера, мастурбируй, и я потом вернусь. Ты будешь это делать? Вот лично ты? Ну, там же ничего не видно. То есть будешь? Ну, не знаю, смотря в чем, если это ради идеи, ради какого-то классного проекта... Ради идеи, чтобы ты когда кончила, у тебя был... Так, давайте я заблокирую сейчас вот этого. есть. Вот такой взгляд, который было бы круто снять на камеру, потому что иначе его повторить невозможно. Поэтому холодная вода была в первом клипе, потому что вы дрожите, и это рождает это возбуждение. А как снимают кино тогда с сексуальными сценами и там, где люди кончают? В кино в 99% они играют этот секс. Конечно, там никто не кончает, никто никуда не вставляет, но это профессиональные актеры, их этому учат. В вашем случае вы непрофессиональные актеры, вы молодые девчонки вообще без опыта, потому что Ваня знал, что как бы Юля уже живет половой жизнью. И что ей... Нет, софта тогда не было, это же 90-е годы. Был вирус, новейшн был, корги были, сэмплер Акаи был у нас, я помню. Для нее это органично, то есть она знает, как это делается и так далее. Наверное, поэтому он ей это предложил. Ты думала о том, почему с Леной у него не было такой связи, как с тобой? Знаешь, я никогда не задумывалась на этот вопрос, но я знала о том, что действительно у нас с Ваней есть какая-то вот нить такая, знаешь, когда было легко всегда разговаривать, договариваться. Да, да, они с Ваней всегда, собственно, были такими родными душами, что ли. Когда во многом мы были похожи, то есть вот какие-то шутки, какие-то там, он начинал фразу, я ее заканчивала, или там на студию, он что-то, я ее там, какие-то постоянные моменты, которые, ну, мы были, правда, очень такими близкими друг для друга людьми, и знаешь, как бывает, вот в проекте есть, должна быть муза, как у художника муза, как у продюсера, то, что вот... Ну, скажи честно, как девочка в своего учителя, ты была в него влюблена вот в таком большом... Мне у нас есть. Не могу сказать, что я была в него влюблена, потому что все равно как бы были романы у меня в жизни. Юля не была влюблена в Ваню. Кого она насмешить хочет? Да, были какие-то отношения. Она влюблена не в смысле, что ты хотела с ним там жить, начать, а в смысле, что он был богом, создателем. Мне он нравился. Я ему доверяла. Он обманул твое доверие или нет? Нет. Но сейчас ты понимаешь, что тобой как бы играли немножко, создавали правильную атмосферу, чтобы сделать с тобой то, что нужно. Знаешь, как это? Мы играли мной, и получается, что играла я. А ты играла в чем? В чувства. В образ. Это же все равно была игра. Это был образ. Но это не была игра. В котором существовали. Нет такого, что когда-то как бы перестало быть интересно Ване. Так, я сейчас на зарядку поставлю тебя. Нет, потому что появилась. Нет, потому что в тот момент, когда я была беременна, как раз мы разошлись. Это прям случилось вот именно в тот момент. Тебе не кажется, что это связывая вещь? Нет, потому что мы с Леной сами ушли. Проекта? Ну, романа не было как такового, но я знаю, что люди, Юля по нему сохла. Тату в Поднебесной, когда это же изначально была история запись альбома. Реалити шоу, ты пишешь? Да, это изначально была идея запись второго альбома в прямом эфире. Я представляла себе это так, что будет там идти запись, вот, там, какие-то обсуждения, обсуждения, как спеть, чего там, ну, как у нас обычно, как мы на студии работаем. Да, у меня макбук на М1 новый. Ну, вот да, согласен с Мамским. Конечно, Ваня в тот момент вообще... На людей срать с десятого этажа. Да, а ты не хочешь заняться записью альбома? Потому что очевидная проблема заключается в том, что ты не записываешь альбом. Не хочу, конечно, не хочу. Ты заходишь записывать песни, а там сидит 30 человек, тебе неизвестных, один в углу, второй членник окна в окно свешивает, третий там шприцы достает из сумки, вот, четвертый, вот это камера, которые со стороны героин прям ну, я не знаю, что они там кололи, я не видела. Не, я ни разу не был в Поднебесной, потому что я уже тогда жил в Лондоне и работал с Кейтом Флинтом активно. пациентром, инсулиновой, там, кто с чем, я не знаю, что они кололи, ну, то есть, вот, притон. Я сразу хочу сказать, наркотики зло для наших зрителей. Кто-то спал просто там вот на полу на рюкзаках, то есть, вот это ты приезжаешь. Вам же ты приезжаешь записывать альбом и вот эти люди вокруг. Ваня, который приезжает не к шести вечера к Мадыгаре, а к девяти. И вы просто сидите ждете. Да, мы сидим и ждем. Вот в этом, сантиметре. Да, вот мы сидим и ждем. Да, он говорит, да, сейчас 15 минут, сейчас я буду, сейчас, сейчас 15 минут. Это, так с вами, так с вами. На солнышках лежу, все лежу и лежу, и на солнышках лежу. Рядом ребенок, и ушами, и... Ты знаешь, жалко то, что вот так вот все начиналось и так вот все, если это все закончится, так вот все именно грустно и плачевно, знаешь, на самом деле. Потому что, так все это, я прям помню, какой был бум вообще в стране, сколько было людей, которых нами интересовалось, просто все, все журналы, все газеты, блин, все у нас писали. В Америке мы начали петь, ты же видел, какой успех там, Марти, все какие счастливые. Вот заметьте, внутреннее состояние Юли и Вани, да, вот Юля, казалось бы, звезда, она абсолютно рассуждает, как нормальный человек, без налета звездной болезни. И вот этот вот Ваня, который, вот это вот. Ну, тут же все очевидно. Интересовалось просто все, все журналы, все газеты, блин, все у нас писали. В Америке мы начали петь, ты же видел, какой успех там, Марти, все какие счастливые. Да, когда у них не получилось, Поднебесная, как раз Мартин из Лос-Анджелеса позвонил мне и попросил заняться альбомом. И как только я узнал, что Вани нету в проекте, я начал создавать песни для второго альбома. Блин, вот молодцы, девчонки. Сейчас, блин, все. Понимаешь, сейчас все. Сейчас и в Москве, блин, все заглушиво, в России, что-то альбома нету. В Америке Мартин с нами не работает. И за Ваней, опять же. Ваня на тот момент уже крышак подружился со звездами очень сильно. Да, 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 да. И я думаю, что у него не было идеи, а он продолжал творить. А творить без идеи бесполезно. He's bold. Genius and evil at the same time. Наверное, в том числе, я не знаю, что там уже до такой степени слоя. Глаян ушел, таких песен не стало. Но я думаю, что прежде всего его шарахнуло, он ощутил себя создателем, буквально. вот тогда мы, собственно, ушли в прямом эфире, долго говорили с Юлей тоже, что типа непонятно вообще, что происходит. Нам, конечно, хотелось чего-то более конкретного. Было такое ощущение, что там все время тусуются какие-то непонятные люди. Ну вот я тоже это слышал. хотел от Вани кусок оторвать. Во-первых, было жалко. Я, например, наверное, у меня тоже была какая-то на него, может быть, обида. Может быть, я чего-то ожидала большего, и не оправдались мои ожидания. что еще больше сделать, я мировой... Дальше. Дальше продолжать. Да, с Леной я согласен. Надо было продолжать дальше. Надо было играть по американским правилам и стать... вообще могли стать русским вариантом Аббы, да? То есть мы могли писать альбомы ну до сих пор. Или там русским вариантом группы Аха, например. Это же не американские, но они на том рынке очень хорошо продаются. Слушай, но ведь был еще один, мне кажется, важный фактор того, что приближался конец сказки. Это то, что не только... Да, я думаю, платят. Чиповалов ушел в наркотики и поймал какую-то безумную звезду. Почему меня нету в этом интервью? Потому что на меня денег не хватило. Но вы, хоть и с меньшими потерями, тоже поймали звезду в какой-то момент. Наверное, был, но он все равно не настолько был жесткий. То есть вот сказать, чтобы мы были какие-то там, знаешь, вот охреневшие, ногой дверь открывали, заходили, там всех посылали, там это я буду, это не буду, такого не было. Слушай, как бы вы такой, что Клавиха на съемки послала, помнишь? Вы знаете, человек лучше всех, в этой стране. Лучший художник. Понимаете? Вы с ним, Владимир Владимирович. Что ж вышло? Не очень знаю, что такое, такое, что такое. Тратите на двух кусок? На одного, большого. А у меня что? Уху. Да, оставлю. Поехали, поехали. Поехали, поехали. Чего тут нет? Сиди родителей. Уху. Одного. Ну нахуй это надо. Ну нахуй это надо. Давай, пройдемся и поехали. Я только за. Нет, второй альбом хорошо продался. Не как первый, но тоже больше миллиона. тебя ведет. Параша. Может быть что-то было в моментах каких-то, ну ты знаешь, это были какие-то еще, может быть, все-таки такой некий имидж, дерзости, вот так пришли, понимаешь, так вот в своем кругу. В какой-то момент у меня абсолютно несло крышу. Просто... В чем это проявлялось? В ожидании определенного отношения, специального к себе, наверное. То есть в принципе не принимались никакие типа нет времени или там все занято и так далее. Может быть я не тот человек, которому хочется это говорить, но вот ты сама пробовала вот эти все... Да, я не буду это скрывать. В моей жизни был период, когда я пробовала. Это было юношество, это было как-то, ну, наверное, шоу-бизнес, знаешь, как почитаешь истории там великих секс, наркотики, рок-н-ролл. Вот это, наверное, та жизнь, где ты волей-неволей ты оказываешься там внутри всего этого и тебя все равно в моменте ты где-то, где-то тебя заносит. Правильно это или нет, ты понимаешь потом, но в моменте, особенно тот возраст, когда ты... Знаешь, я тебя очень хорошо понимаю, потому что... Когда ты вот, ну, вот тебя вот заносит, ты оказываешься там и ты все понимаешь, голова у тебя включена, ты все понимаешь. Ты... Ну ты... Ты же должен быть и там внутри тоже. Общаюсь ли я с девочками? Нет, с Леной мы общались, дружили, вот, и пока Саш был в Москве, мы прям много общались. Я к ним в гости приезжал, там они ко мне. Но потом вот из-за той демки, которую я выложил, к сожалению, с тех пор мы и не общались. Да. Он тебе это предназначен? Какие-то люди со стороны? Да, уже это было после в тусовке внутри. Но это вообще страшно, я тебе скажу, история, ты понимаешь просто потом, потому что сколько людей... Вот да, да, потому что... Я вам скажу, почему это произошло. Потому что Мартин влез в авторы, и он снимал на свои песни клипы. То есть вы понимаете вообще абсурд ситуации? Эйндар, который подписал группу, пишет песни для альбома и снимает клипы на свои песни. Не самые сильные. Мой план был такой, сначала мы снимаем на космос, потом мы снимаем на sacrifice, а потом на что хотите. Но, к сожалению, вот политика Мартина привела к такому исходу. И по глупости закончили жизни в нетрезвом виде садиться за руль, передозировка наркотиков, все вот это, знаешь, такое, которое в одну секунду. Все заканчивается, это страшно. Но... Я счастлив. Как достучаться и как объяснить, вот в чем вопрос. То есть даже те люди, кто употребляет, ведь они головой все понимают, когда они трезвеют, что это плохо, что это делать не надо, что я больше не буду, что все уже, что вот все, 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 больницы, лечение. Потом все это опять на круги своя. То есть это тот... Ну, мне кажется, это все равно зависит от твоего желания. Но, хотя, если честно, я не знаю, может, она уже отошла, надо ей позвонить, спросить у нее. Прежде всего. У тебя был момент, когда ты поняла, что ты впадаешь в зависимость или нет? Нет, я в жизни вообще все очень легко отказываюсь. А когда ты поняла, что больше не будешь воду употреблять? Дети. Сами родился. Я поняла о том, что все, я больше не хочу. Да вот я тоже так думаю. этим я нужна здоровой. Я не хочу никаких последствий потом со здоровьем, со своим, да? То есть я не хочу никаких шагов неправильных в этом состоянии, которые потом на всю жизнь на мне отразятся. С одной стороны, Лена и Юля, с другой стороны, нашиповал. Да. Алла Балтас хорошая песня для сингла, но она не первая, потому что это было возвращение группы все-таки, а не продолжение. Считаете, что проверку славы он прошел в меньшей степени, чем они? Или кто-то из них может... Я думаю, что в меньшей. Он больше пострадал. Он больше пострадал. Почему? Ведь им, по идее, несовершеннолетним девочкам голову должно было вскружить гораздо больше, чем ему. Как угодно, только наоборот. Ну, некая детскость, ну, как, или инфантильность. А инфантильность... Вот я тоже не знаю про Халсуну и знал. Вообще ни одной идеи нет. С 40 лет это уже может быть и что-то. Ну, не знаю, не знаю. Он, ну, специфичный человек. Но я очень хорошо к нему отношусь. Я его безмерно уважаю с талантом. И мне очень жаль, что вот это закончилось ничем. Очень жаль. Мы уходим от Шаповалова и начинаем работать без него с Борисом. Юля занимается своим голосом. Я пишу демо для второго альбома с Сережей Глаяном. И Шаповалов, как он отнесся к этому? Это же вот его это же... Мы не сделали английскую версию и Мартин не хотел эту песню на альбоме, чтобы я не знаю. И я был очень жален об этом. Ну, он все создал, и вдруг это все без него. Это же Панина, спрашивая. Я не знаю. Но он звонил тебе, он говорил, как ты можешь, как мы могли так само поступить. Нет, вообще нет. У вас ни одного такого разговора нет? Нет. Он ни разу не упрекнул? Нет. Мы какое-то время с вами не общались. С ним в этом году прибыли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Как звук? Как? Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Кулак Реклана Ребята, как звук? Напишите, пожалуйста. все так продолжаем не кстати заметил сейчас когда стрим закончил что ваня смотрел тоже продолжаем как-то ты знаешь я его сумела я его привезла больницу он сказал что только юля со мной поедет машине скорой помощи ты ехала с ним в больницу и уговорила его а он не хотел нет и в больнице вас он собирался в индии у него в индии травы лекарь горы воздух там в индии нет дамок с тех времен уже нету я тебе скажу больше просто расскажу параллель который вот на протяжении жизни я его привожу больницу на коляске он не ходил везу по коридору и слышу вот эти голоса людей мы заезжаем в кабинет доктора и доктора тишина не знаю не знаю он но специфичный человек я очень хорошо к нему отношусь и безмерно уважаю с талант и мне очень жаль что вот это закончилось ничем очень жаль что небесный начинаем работать без него с борисом юля занимается своим голосом я пишу демо для второго альбома сереже голая нам и шаповалов как он отнесся к этому это же в обмене его это же он все создал и вдруг это все без него как он занимается своим голосом я пишу демо для второго альбома сереже голая нам и шапова автор песен я сошла с ума нас не догонят полчаса мальчик гей космос и так далее как он отнесся к этому это же вот его это же он все создал и вдруг это все без него я не знаю но он звонил те он говорил на это можешь как мы могли так сами поступить вообще у вас ни одного такого разговора нет он ни разу не упрекнул нет на какое-то время с вами не общались после того как проект с ним как-то мы не то что плохо но просто в ком был тогда иван есть ты смотришь во первых это очень приятно во вторых напиши привет всем в этом состоянии нет я из лондона в москву прилетал специально непонимание как там и много лет прям много тебе скажу но тоже да что вот создал вами мы все вместе создали они он один полет наверно 5 вообще вот прям тишина не созванивались не виделись как он позвонил в итоге первым фанаты написали письмо что ваня болен чуть не приедем попрощаться для меня это прям был шок потому что как-то крови да тогда мы все прям за него испугались и до меня тоже эта информация дошла я уже говорил что даже я как бы не смог остаться в стране позвонил его жене передал слова поддержки хотел помочь но как бы моя помощь не потребовалась пума крови как эта встреча произошла тяжело что я так в комнату заходил очень аккуратно иван действительно был в очень критическом состоянии он не вставал весело не на килограмм 30 лера его жена тогда сказала что юль ты последняя которая может просто вот его взять и пожалуйста сделай что-нибудь все кто был там борис лена он никого не слушает и как-то ты знаешь я его сумела я его привезла больницу он сказал что только юля со мной поедет машине скорой помощи с ты ехала с ним в больницу и уговорила его да а он не хотел нет и в больнице вас он собирался в индии у него в индии там правы лекаре горы воздух там в где его вылечит ты понимаешь почему у вас такая была с ним связь я тебе скажу больше или что просто расскажу параллель который вот на протяжении жизни я его привожу больницу на коляске он не ходил везу по коридору и слышу вот эти голоса людей мы заезжаем в кабинет доктора и доктора мне горюль здравствуйте здравствуйте он идет на что история ивана была год назад уже зафиксировано что у него есть лимфома проблема но ваня как-то вот откладывал поход лечение я гривань почему то есть как вот как обычно ваня я врача спаза его про скрытие шансы есть потому что но как в стене это уже я просто понимала вода есть потому что это не рак это лимфома и не дает метастазов то есть есть но ему надо прям час набраться терпение сил это полгода год он будет больнице химия это будет тяжелый путь ваня ты готов когда готов мое юнидана была весна после емала весна в сентябре в августе у меня рак я делал операцию приезжаю к ваня уже замотанной шеи после онкологии я кстати не знал что ее тоже ну как бы до ее недавнего интервью и не знал что у нее был рак здрасте вы далеко забрались вообще на волгу а ближе нету волги ближе нет к москве что вы тут делать почему вот здесь я как-то это купил дом здесь родителям а сейчас в нем живу но мамы но хотя стоит отдать должное ва не очень хорошо выглядит после всех болезней маски квартиры там детям наши круги сам сюда привлечь мы тут с тобой встретились как я тоже люблю метод провокации и в этом смысле понимаю что делала группа тату и считаю что некоторые из этих провокаций были совершенно прекрасными фантастически уже такой простой инструмент на самом деле провокация простой то есть ты берешь крайность и доводишь ее до какого-то абсурда нет это уже свой рецепт ты не берешь крайность ты идешь по своему маня сразу показывает кто в доме хозяин пути куда ты хочешь идти и натыкаешься на какое-то препятствие на виде закона кстати вот хотел такую идею закинуть я недавно наткнулся на видео такого психолога как же его с первого канала мужик курпатов почему он один в один разговаривает как шаповалов они что братья или просто даже пауза между слов речевые обороты вот прям голос похоже вы не замечали этого это может быть законно это может быть и вот в этот момент принятие решения то есть ты переходишь эту границу или нет и если ты чувствуешь вот прям подставьте лицо курпатова привать ну я бы поверил тышь что ты прав и мы ты можешь ответить за это за этот шаг ответить в первую очередь перед собой значит ты ответишь перед другими про твои ощущения 99 года ощущение времени чтобы понять как это все получилось как получилось тату вот смотри не самый простой год война в югославии ельцин путин путин ельцин тебя что волновало тогда особенно с точки зрения политики как ты тогда видел мир мы в это время в саратове встречаемся с вячеславом чтобы наверно подумать об офицерах россии подумать в каком ну как в каком как ты встречаешься да да помнишь ситуации тогда же вообще существовали они внешне похож на этим хаосом что конечно но первое кому пошло это к офицерам это не случайно считаешь силовики другое дело что сейчас они уже не знают куда дальше идти но тогда но стоит отдать ваня должное да я как бы в признаю что он гений и он чрезвычайно умный человек но он конечно же имеет и огромную кучу недостатков это был выбор это не пони выбор ельцина такие как звездная болезнь общество запрос на едино на единство да вот она получилась идея и россия получилась уже никак а дальше а куда вести пока вот мне это ж как стату понимаешь то есть это же надо было куда-то вести первый альбом феноменальный невероятно понятно что сложная ситуация потому что что делать со вторым да это драматично было да драматично как стату согласен мне не хватило единство в проекте что единство ему в проекте не хватило не буду ничего комментировать ты имеешь ввиду единство меня тянуло больше акционизм че славный да а деньги мирового шоу-бизнеса это ну собственно деньги диктовали другое это был главный концы плюс минус когда когда деньги когда я начал уже активно страницы денег да которые диктовали конвейер тогда проект решил выбрать деньги это они эксперименты в акционизме они это не захотели они это выбрали я это не захотел я это не выбрал но я не знаю я не знаю я даже не слышал эту песню я думаю то есть без него все-таки вас уже так жестко никто не продюсировал Борис ну как он это же не контролировал ну как он это жестко а нет почему мы обсуждали всякие разные моменты мы также перед этим признанием вы обсуждали он начал нас больше вовлекать в процесс создания то есть он сказал что типа девочки но вы уже там не очень маленькие вот давайте будем как-то активно участвовать давайте обсуждать куда так и было потому что на первом альбоме ну соответственно они вообще никак не участвовали в процессе то есть ну из-за возраста наверно на втором действительно их мнение в том числе я активно спрашивал нравится что не нравится как писать там как раскладку делать по голосам да там кто поет какую партию то есть это перешло все немного в другое русло опять же иван разругался с универсалом с антерскопом когда мы перестали с ним работать Борис возобновил с ними отношения там они правда тоже закончились на определенном этапе но тем не менее тоже там какая-то история была по поводу песни там вот то что я рассказывал как раз Мартин лоббировал свои песни мы этому сопротивлялись активно и потом поссорились со всеми в том числе я с Мартином нет не заправ на песню а нам давали еще оттуда ну то есть не только то что писал серёжа да клоян но еще и были другие авторы привлечены со стороны интерскоп очень классный автор классные песни все очень многие любят второй альбом кстати больше чем первый взрослый там другие песни какая-то была песня которую нам сказали что ну вот запишу нам предложили давайте вот такой запишем вот я когда да мы это очень много внутри обсуждали я настолько был против того чтобы они гоменация записаны просто прям вот как говорила ленина мама чмырил их за эту песню потому что это настолько не татушная какая-то слезная песня как будто какой-то там шанет оконор грубо говоря я прям прям вот вот на конфликт готов был идти чтобы эту песню не брали в итоге на нее клип сняли но это ужас какой-то борис сказал нам она не подходит там по истории по имиджу там и так далее они сказали ну давайте просто попробуем демку запишем а потом когда уже будем альбом выпускать вот тогда решим включать или не включать в итоге когда альбом был записан никакой но согласен такси мы выпускаем альбом вместе с этой песней либо ваш альбом ложит на полку послушайте после того как они разочаровали японцев таким некрасивым образом я думаю одной песни они бы точно туда не вернулись это как бы смерть альбома собственно поэтому со вторым альбом мы не столько катались мы тоже по и проехались и по промо туром там и так далее но гораздо в меньшей степени вот из-за этого конфликта почему юниверсал закончился это был я собаку седьмой или восьмой об этом губинация есть больше даже разногласий было с борисом потом уже потому что более как менеджер уже стал над нами что девочки туда поедут туда не поедут это не будут это они не будут и они уже подумали что сначала ваня потом боря все хватит то есть как бы они просто уже остается этих постоянно каких-то фи наших на этом все прекратилось но собственно минации у нас уже между собой тоже было много 7 8 год уже начались конфликты между всеми нами это я буду это не буду это я хочу это не хочу про знаешь есть ощущение что когда-то ушла от вани и уже было понятно что вы не лесбиянки потому что ребенок ты беременная ты понимаешь что все ушло после этого как-то ну то есть такое ощущение что главное было не музыка а образ да все стало по-другому мы тоже это сборе обсуждали что рождение детей ну все вот это картинка она для многих просто окнула что может быть где-то кто-то um in the end i didn't i i like the tracklist but i didn't like the video tracklist i think cosmos and sacrifice was stronger than the songs that they videotape basically подсознательно еще испытывает там что но все-таки режиссер на месте гастроли они же продолжаются может просто родила там вот от кого-то чтобы как вы были вот дети но то не с леной но с другой стороны правда и мы ведь взрослели и лена были отношения с молодыми людьми и мы там было 23 25 как боже стоять на сцене целоваться было как-то уже не очень уже этого не хотелось вы играли в любовь угнетенных людей вся моя любовь all my love россии в то время в гомофобной стране то есть вы давали надежду угнетенным людям как проект это офигенно круто вода perfect enemy же вообще шикарный трек вполне мог стать мы даже дем записывали с мартином блин не знаю ну как-то вот к сожалению за мартина вот все это так так и произошло ну вот есть именно такой вопрос что это такая подаренная надежда а потом как бы и я прошу тебя мне даже наверняка об этом думал мне кажется что сам фонет не думала честно но мне я думаю что результаты которые принес наш проект да и то влияние почему записывал потому что он активно включился в творческий процесс не будет ну и он не был музыкантом и он такой я теперь здесь рулю давайте я пойду на студию буду записывать дэму мне конечно этим стыдно было заниматься всем но я его записал не которые мы оказали это помощь которую люди получили благодаря нам она перевешивает вообще все сова датс джулия датс над дембов айтинка чизлайн обаудись because of her political career приходила очень много писем как то есть вы же как бы были вместе вы же семья и мы же вот как бы благодаря вас вот помогли нам вот все это почувствовать и как вот сейчас это было тяжело тогда моменте потому что ты взрослеешь себе там 25-30 ты понимаешь это шла речь про бориса ренского который как бы был главным в фирме не по ни формат в то время и он как бы платил за все и соответственно он пришел на студию и говорит давай я буду записывать дэму я же не мог ему отказать как бы он платит за всю вечеринку но это было стыдно пошли за нами сколько людей поверила нам а по итогу у меня была своя личная жизнь ульяна была абсолютно своя личная жизнь то есть получилось что действительно мы обманули я знаю что вам вначале приходили письма с благодарностью а потом что вы спасали от суицида а потом наоборот а потом что нас готовы были убить сжечь просто похоронить что yeah it's good decision to end universal agreement because of martin because martin uh lobbied his songs to the album he's not part of the project at all he's just like a and r and he giving songs like coming aside to the album and deciding to shut the videos that was crazy какое было самое болезненное для тебя письмо был вот момент когда ты да 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 те и музык знаешь даже наверно это было не письмо ко мне раньше где жили мои родители приезжало очень много поклонников нет с ваней с ваней нет потому что ваня заболел звездной болезнью и улетел на марс ну вот поэтому вряд ли тема даже как-то я уже стала с ними так знаешь дружить мы не просто приезжали вот там после школы меня увидеть даже нельзя то компания ваней и боли ладно такая девочка странно она все время ходила в темных очках никогда их не снимала и писала какую-то книгу она мне обещала что когда она допишет вам не обязательно покажет и не понял вопрос какие песни не могут сказать быть не очень аккуратны потому что у нее была цель она вот собой в куртке носила нож и она ждала моменты чтобы как бы по окончании у меня убить и как бы книга заканчивая что я убила вот солистку группу тату смотри вот после того как ты ушел тоже все равно наверняка следил за ними после четвертого года проект еще оставался зачем девчонки так резко признались что они не лесбиянки это были образы и так далее вот правильно ли они это сделали я никогда не называл их с бентами ну вот да ну слушай ты в это игрался там мы просто любим друг друга там у них был прописанный текст что говорить у нас у нас есть мальчики но мальчики как друзья за это вы за игре не было согласен но мой образ тату он выражен спасибо понимаешь в песнях и в клипах вот контент который который мне не выпущенного ничего уже не осталось за домах не лесбиянок не это общие человеческие отношения это я понимаю это же все работает на сугестивном уровне понятно подсознание там не обязательно вот то что я и говорил у терлецкой что мы никогда не позиционировались как лгбт это было безусловная любовь это задумалась именно так еще говорить или даже показывать чтобы люди это считывали вопрос у меня в другом что ты они обе это подтверждают жестко готовил их по каким-то словам к интервью но вот что говорить какие главные тезисы это нормально я вообще считал что нужно меньше говорить и артист который говорит согласен с вами болтывает свои эмоции в чем трагедия абсолютно трагедия а ирония гриши урганта тоже нельзя и говорить и петь надо выбрать что-то или ты ты поешь ну вот опять же ваня блистает своим умом это чрезвычайно умный человек говоришь хорошо поет и мог бы пойти по этому пути но он был говорить все и гриши ургантуру у меня вопрос к другому вот не было ли это ошибкой объясню что я спрашиваю жесткое заявление по поводу того что мы не лесбиянки мы притворялись может быть этого хотели и все и менеджменты и участники это хотели уйти от этого да и родители там же адвокаты там проектом начали управлять все вплоть до адвокатов да и конечно было такое да было легче от этого освободиться идти на просто на песнях ну и не получилось а в москве часто бывает достаточно ну по необходимости а какие необходимости сейчас остались есть продакшен есть студийный продакшен продакшен под небес но музыкальный я так сказала то есть вы сейчас еще какую-то музыку выпускает забывай до артистов каких-то видеть присылает много чего а так каких за деньги так чисто для на жизнь и так для души каких вот если голоса какие-то и на разных языках вот мне интересно там миксовать но ты говорил в интервью как-то про вавилон что тебе очень нравится эта философия и что общем на разных языках что люди не понимают друг другу а вот и получил опыт вот этот тату до перехода границы языка как язык приходит границы то есть меня провели да там проводники universal в английский да а это тоже такой же путь я это пруть прошел я этот путь понял как это происходит и с тех пор эксперименты а проводники что ты имеешь ввиду что на английском языке музыка как-то принципиально иначе строится чем на русском языке принципиально иначе музыка не строится она в принципе универсальна принципиально провести месседж музыка доносит настроение она не доносит смысла смысл ты сама вкладываешь какие хочешь а если тебе надо донести смысл и нужен проводник потому что ты как бы ты не учил и язык здесь если ты не среди не знаю ментальность если ты не не в мемах если ты не в контексте ты как правило а игру и повторять штампы и думать что у тебя получается как многие делают цель песену фирма ну не отличишь и правда не отличишь но это повтор это просто но ваня тут одеяло на себя тянет что он такой гениальный что он все придумал что песни без его без его там этих акций не стали бы хитами но я этот эту точку зрения не разделяю это не чувствует повтор потому что вот этого нету мы не среди а там это чувствует и когда мы не понимаем почему наши песни на английском там не идут мы не понимаем я так понимаю это звук студии лета записываешься где в том числе я записываюсь и я делала один за кто это не нас михайлов а твоя то где а моей нет меня не повесили на доску посчет сережа купцов засветился кстати одна из самых крутых студии в москве милк мюзик сережа обладатель гениальных ушей для сведения и мастеринга реально лучший чувак по сведению в россии а почему ты ушла вот в это звучание почему ушла от звучания так ты знаешь я не то чтобы ушла от звучания тату абсолютно разное звучание есть да да я слушаю но больше за лениным очень понравился ее альбом который она выпустила вообще то что она делает мне нравится и собственно песни которые говорят стиле тату и те которые совершенно на тату единственное не понимаю почему она наши демки не хочет включать в альбомы свои которые мы в лос-анджелесе с ней писали я и предлагал но как-то она не знаю может вы ее уговорите не похоже я просто сам выражаюсь и мне нравится разный материал и вообще не считаю что артист должен себя как-то боксировать ограничивать стилистике нужно просто петь то что тебе нравится ты понимаешь почему первый альбом покорил весь мир а эта музыка но пока скажем так востребована на русском рынке это во первых востребована на русском рынке во втором и на во вторых она востребована и на европейском рынке тоже thank you согласись разное безусловно почему ты понимаешь по музыке или нет я думаю что дело не в музыке а дело в том что в принципе сейчас все происходит иначе плюс там кстати в тех демках есть пять наверное песен ну прям очень крутых уговорить ее пожалуйста когда за тобой стоит мейджор там вообще другая история вы уже там и так далее я сейчас можно сказать self-made то есть у меня нет лейбла который там запихивает меня в чарт или там за устраивает промо-туры как раньше это бы ну там кроме били вен гудбай с еще пять песен я сейчас название не вспомню но там прям есть очень хорошие песни а ты летала в америку вот с этой песни вообще-то летаешь туда желание на самом деле очень давно туда не летала я прилетела собственно на фоне беременности и потом у меня кончилась виза а потом мне как-то и не очень нужно было потому что у меня достаточно такой загруженный график много европы не-не-не-не я все-таки с Леной рассчитывал помириться слишком она важный человек продюсеры там перестали продюсировать я кстати предлагал я с Сашей с ее бывшим мужем переписывался на эту тему предлагал записать вот и демонстрировал намерение но чё тут не знаю как либо она действительно очень сильно обиделась либо она не хочет но я эту идею не оставляю потому что песни реально классная там продюсеров у меня был бэнд музыканты которые собственно после того как мы с Юлей разошлись они остались со мной работать в сольном проекте и мы вместе писали девятый год um paradise had like i don't know three or four versions i usually do like three four versions of which song different arrangements мы предложили им посотрудничать они собственно согласились и мы приехали в лос-анджелес но у тебя же был там какой-то крутейший трек который даже попал в билборд в танцевальный билборд а не в обычный билборд повторила рекорд тату в каком-то смысле да слушаем нет не повторила это был танцевальный черт а на самом деле нет гонки за рекордами я как-то не думаю об этом в таком ключе любой человек который занимается тем или иным искусством все равно держит в голове глобальную нет не выпущенных нету по крайней мере из тех которые я писал может быть есть пару музыкальных идей которые не были выпущены которые я никому не показывал я даже собирался вот эти все архивы достать и посмотреть может быть что-то выложить но пока не обещаю ничего в твоем случае ты вообще единственный человек в россии у кого он был этот успех ну мы очень дружили с сашем с мужем лены со свеном с джоргом мы ну как бы работали пока я был в америке не могу сказать что мы прям с ними дружили дружили но мы постоянно встречались на студии что-то писали вместе согласно но тем не менее если стремиться все время вот а вот надо вот туда достичь можно закончить жизнь в каченко неужели не хотелось после распада тату доказать вот сейчас я и одна смогу наверное на первоначальном этапе было такое да вот когда еще свежи какие-то эмоции переживания да но они как-то очень быстро угасли потому что я поняла что это ни к чему хорошему не приведет просто даже психологически скажи когда ты начал сходить с ума да это не помню хорошо вопрос скажи но наркотики мне кажется это важный признак когда вот как это узнать когда тебе предлагают концерт за 2 миллиона долларов это отказываешься хотя с баночкой энергетика предлагает фоткаться за огромные деньги ты отказываешься ну как это узнать вот так и узнается это понимаешь уже что это как бы уже твоя жизнь это не случайная история попробовал один раз в компании да согласен не было у меня такого ощущения такой зависимости не было это осознанно было осознанная тяга к саморазрушению да да зачем не поменять что ну как вот работа с человеком у которого осознанная тяга к саморазрушению никак хотя спустя уже я не устаю повторять спустя много лет уже переосознал переосознавая все что произошло да иван очень умный очень талантливый гениальный человек но к сожалению заболевший звездной болезнью и разрушив уникальное вот это вот то что мы тогда создали поменять как провокация что-то изменить ну или осознать что не устраивало да много чего не устраивало пик слава тебя все называют либо великий либо гений да ну там понимаете кажется мне кажется там такой процесс был когда говоришь ему единение не хватило когда он все одеяло на себя перетянул стал больше звездой чем солистки когда от него все уже по уходили кто проект поднимал с пола как он говорил на пленку он один остался и один он ничего не смог создать понимаете то есть проект создавался командой проект создавали мы я валера полиенко лена кипер он даже борис ренский принимал участие есть ну потому что без финансирования ничего бы этого и не было мы все играли роль и он начал как бы в прессе везде говорит что это он создать или он там креатор то что он все это создал ну конечно же мы обиделись конечно же мы ушли и конечно же он не смог создать второй альбом потому что ему не с кем это было делать куча женщин какие-то истории тоже видимо полуанекдотические когда вот мне рассказывали твои там друзья что просто женщина приходили ложились в кровать и ждали тебя готовы были ждать часами самые красивые и все то есть фанаты поклонницы ты гениальный при этом это не просто гений подметающие улица это огромные деньги и миллионы и универсал то есть реализованный гений но даже проект нато я даже комментировать не хочу это ничего ужаснее вообще придумать нельзя было почему в этот момент происходит тяга к саморазрушению наркотики и вот это все потому что все сбылось марта то что двигала дальше двигать уже не может уж все сбылось желание славы и амбиции какие-то или там деньги это все сбылось чуть дальше вот ты ищешь выход какой-то для себя дмитрий может быть соглашение зависимости но в какой-то момент пришло это ощущение что наркотики меня убивают я уже это если физически ты уже мешают тогда приходит еще не да сколько лет длилась вот этот период жесткого саморазрушения ягода считаю по по отношениям по детям по отношениям а не по наркотикам сейчас твоей жизни есть наркотики я бы не сказал ну как они всегда есть да вообще как-то немножко не умно со стороны ивана после двух болезней после онкологии и после звездной болезней еще и до сих пор наркотики употреблять ваня если смотришь пожалуйста не употребляй наркотики это зло это плохо и так далее употребляю или нет да могу могу если там есть с какого момента наверно с выхода второго альбома когда мы все поперессорились уже окончательно вот и большое влияние борис оказывал я уже не смог с этим дальше жить то есть я в третьем альбоме практически не принимал участие вот мне кажется с этого момента настроение желание настроения но так чтобы как-то специально никогда это да ну вот если если он говорит что он наряд до сих пор то значит он все еще не все осознал про эту жизнь и собственно никогда их и и специальные не попала всегда это как-то вокруг было а если иногда ощущение такое вот у тебя что вот мог же поступить бы иначе и тогда бы все это задержалось и вот этот успех и этот пик или не возвращаешься я же наоборот осознанно убежал осознанно убежал отдал все просто отдал ну убежал ты имеешь ввиду вот в этот наркотическую жизнь такой скобинь нет не в наркотическую жизнь а просто убежал реализовав свое предыдущее желание и показавшись перед отсутствием других у нас насколько я понимаю девочки все-таки убежали нет девочки ну да да он убежал от девочек ну как-то высокомерненько немножко проекты вышли да ну то есть ты имеешь ввиду что ты спровоцировал своим поведением то что все это разрушил ну конечно скажи мне про этот фотографии ммм да ну матильду ты знаешь да да ну давайте всем скажем что это вот мы покажем фотку в красном пуховике это матильда шнурова да еще до знакомства со шнуровым пришла как я понимаю в небесы с какими-то воронежскими музыкантами да да здесь хеля это и это все поднебесное да это все кто такая хеля расскажи артистка поднебесная да ты с ней работал артистка правильно я понимаю кстати это у Люси тоже есть песня сейчас хорошая Люся это Людмила Соколова вот она я насколько понимаю она давала деньги на тату Елизавета согласен абсолютно согласен ну на раскрутку она давала не на тату она на на ту там на следующий проект на другие проекты ну слушайте смотрите он хорошо выглядит не болеет выглядит здоровым значит проживет еще какое-то время ну надеюсь долгое там до 100 лет но у него будет время еще осознать еще осознать что он сделал неправильно понимал но пока мы видим что он не все осознал откуда у нее деньги ну особо я не спрашиваю откуда у нее деньги мне было это ну ты же понимал что это там она была замужем за человеком ну да она говорила ну да она говорила ну тебя не смущало ты не боялся оказаться в каких-то бандитских разборках все таки понятно что это деньги у нее поднебесная была открыта настолько была открыта что там встречались и те кто по одну сторону закона и те кто по другую сторону закона вот они там встречались и в этом был этот эксперимент понятия не имею я к поднебесной не имел отношения никакого вот этих самых девяностых их же абсолютно смыло временем ну то есть это вот такие судьбы которые сейчас уже из 2020 выглядят прямо пожалуйста 21 да только по моему окей выглядят ну знаешь такими странными поломанными судьбами наркотики бандиты слушай знаешь поломанные кого считать поломанным кого считать не поломан это все субъективно кто-то ломается в спальном районе многоэтажки и не понимает этого а кто-то наркотик тут знаешь это все субъективно я имею ввиду заид гейс такой как бы дух времени то есть условно Богдан Титамир да который тогда я помню он был абсолютно вот я согласен мой кумирку мир поколей слушайте поднебесная это какой-то был врата в ад то есть там собирались какие-то наркоманы налоговые агенты политики приходили какие-то художники вот историю я рассказывал что эту девочку с седьмого этажа скинули она чуть не умерла какие-то вообще просто пассажиры которых собрали собрали в одном месте и они там чем-то занимались непонятным но это вообще была жесть ну плюс там наркотики были и так далее эти плакаты Богдан Титамир я кстати многих знаю кто вышел из поднебесной ребят есть среди них хорошие люди согласен но есть такие жулики что просто все а сейчас он как бы остался таким же притон у него так же вокруг женщины те же костюм Ваня наверное просто скучно одному было наркотики употреблять он решил это делать со всеми те же песни но это сейчас уже выглядит ну как бы он устарел очень сильно да бывает такое так с кем не бывает как говорится вот как продюсер скажи мне ты устарел? эээ и как продюсер я успокоился а не устарел когда-то мне нужно было доказать во что бы то ни стало что-то самому себе и миру эээ согласен у меня что-то получилось эээ какой ценой это другой вопрос а какой ценой? ээээ хороший вопрос потому что когда мы делали первый альбом технологии были совершенно другими то есть мы записывали на кассеты тогда даже дисков еще не было не было архивов то есть мы приходили на студию и не всегда могли забрать оттуда мультитрек вот только потому что не было таких технологий то есть это вообще были темные времена технологий ну ребят я первую дему я сошла с ума написал на DOS то есть у меня компьютер был без Windows это была DOS программа в которой ты мануально должен вводить команды представьте какие там могли остаться мультитреки конечно же они не остались как говорится живой спасибо что живой Кирилл да Кирилл согласен уважаю его творчество нет все ну в принципе все все это все связано boys band нарко boys band живой и и хорошо слушай ну а тебе не кажется парадоксальным что вот смотри все же очень переживали и все эти интервью бесконечные ваши вот в годы расцвета о том или о том что девочки сломаются груз славы а в итоге вот сейчас уже глядя назад понятно что тебя это в какой-то момент Ксюша абсолютно права сломало или там унесло крышу больше чем им то есть ты пострадал больше всего как сказала мама Лена так это же странно вот ты не думал об этом как так как я взрослые могущественные умные манипулятор продюсер а я в итоге проиграл и пострадал больше чем ну это же мое отношение с самим собой чем я чем я могущественнее тем я согласен с Тимуркой понимаешь то есть это отношение с самим собой они вы знаете вот в они в жизни такой то есть он очень очень такой высокомерный на своем каком-то как это сказать на своей волне какой-то по поводу Юли Волковой и ее праймарис а тебе не кажется что это просто проявление ужасного вкуса у пиарщиков единой россии кризиса Стефания согласен почему ты мне посоветовал тогда что никто ко мне не обращался за это меня не спрашивал во-первых тоже вот картины мира человека что к нему должна единая россия обращаться за советом он такой крутой он такой важный ну и Юля даже не спрашивал и Юля даже не спрашивал да она это давно меня не спрашивает Юля вполне потенциально мне кажется Иван себя дискредитировал проектом НАТО и всем остальным то что он дальше делал конечно же ну к ним к нему никто в здравом уме обращаться не будет после таких-то достойный кандидат при правильном позиционировании это как расшифровать это причесано это на Юле не похоже это не ей не соответствует вот тот текст который ей вложили вот и вот но стоит отдать должное он как бы ну приходит в себя потихонечку по крайней мере то что было 15 лет назад и сейчас это ну прогресс виден что он в лучшую сторону прогрессирует скажем так ну то есть выглядит топорно и вне ее органики ты это имеешь в виду выглядит натянута да выглядит натянута и здесь ну по правилу как бы вот должно быть можешь какую-то конкретику дать вот как бы это выглядело более органично ну давай поразмышляем за единую Россию нет никто не никто не обращался по этому поводу как бы могло быть как могло быть когда бы обратились тогда бы могло быть мне просто кажется дико интересная тема вот такая есть задача ну понятно не напрашивается чтоб ему обратились каких-то новых разных людей известных из шоу-бизнеса привлечь как это сделать органично это во-первых делать не под камерами разговаривать об этом да а во-вторых если бы без если бы вот если бы убираем и камеры выключаем и тогда начинается разговор а так это шоу продолжение шоу я готов участвовать в шоу но на своих условиях шнуров органичен был в этом в политике нет потерян вообще художник и власть это тема это очень русская тема когда художник начинает заигрывать с властью он всегда проигрывает всегда всегда да тут ним нельзя не согласен вообще художник и власть эта тема это очень русская тема когда художник начинает заигрывать с властью он всегда проигрывает всегда всегда потому что на мой взгляд художник выше власти потому что художник источник любви а власть источник страха гениальная фраза гениальная фраза художник это источник любви а власть это источник страха абсолютно согласен ну страх лайк уважение на страхе власть она не строится на любви может ли художник быть власть да ну конечно но только не 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 формальной он есть неформальная власти над властью художник выше власти иначе бы Иначе бы такие продажи в iTunes не было. Это несопоставимо. А ты художник? Конечно. Юля потеряла голос. Ты же понимаешь, из-за того, что ты заставлял ее жить на взгляд. Во всем мире. Она начала, и этот голос ушел. Там есть момент у Манского, очень важный, когда она говорит, что Ваня, я потеряю голос. Что же я буду делать? Как же я потом буду петь? Вот, кстати, из Поднебесной вполне талантливый художник проект. Присмотритесь. Не обязательно, чтобы было второй альбом, это больше, как первый. Я там, ну, я, бля, я, бля, наорал, тоже. Я год потом ходила, бля, с такими узлами и с несмыканием связан. И это не надо больше, я не хочу больше так. Вот пусть я наорю, ты мне говорила, вот пусть я наорю, все. Вот сделай, чтобы я наорал, мне все равно, я могу внизу петь, я могу и... И вот сейчас мы видим, что у нее нет голоса, она не может петь. Ты винишь себя за это? У Юли не могло быть другого пути, кроме как отдавать для себя. Она такой человек. И заставлял ее, не заставлял, это не имело значения. То есть я ее, я и раскрыл ей голос, у нас не догонят. Я ей показал, как она может открыться. То, что так получилось, ну, так получилось. Это... Ну, опять же, я повторяюсь, вот, Anergy, на твой комментарий отвечу. Многие музыкальные идеи были написаны мной еще до встречи с Ваней. Поэтому, ну, само участие в проекте помогло раскрыться, согласен. Но это не заслуга Вани. Как можно себя винить, если это было... По поводу того, что он нас вместе собрал, я же тоже комментировал. Если... И это ее выбор. Это ее выбор. Ну, и твой тоже. Ты же вот там говоришь ей, ну, крикни, ну, крикни еще два раза. Тут всего два раза. Нам этого ничего не надо. Там как раз была песня, да, на записи. Да, я причастен к тому, что она кричала. Потому что я мелодию написал такую. И именно такую подачу. С такой подачей, чтобы ее пели. Но я уже говорил в интервью у Любы, что не нужно было на концертах ей кричать. Вот. Что для студии нормально. Один раз, там, два раза записать, там, нормально. Но на концертах надо было под плюс это делать. Я могу петь, мне нравится. Твой, ну, а пару строчек надо. Ага, следующие песни, Ваня скажет опять, на того выше. Следующие песни, опять на того выше. Ваня, опять я в каждой песне буду орать. Две строчки, я делаю в каждой песне. В кульминацию, открытую кульминацию, и все. Я же не вырву, что песню надо. А песня не получается. Все получается, Ваня, все получается. Другого пути я не... Ни она не представляла для себя, ни я. Я вообще горжусь твоей мамой. Она выступала перед Шаповаловым, пыталась защитить тебя с тем, что вот... Да Ваня вообще не берет ответственность. У нее голос. Ни за что. Что нам будет по контракту, если она перестанет петь. И Шаповалов молчал тогда. И она начинает петь. Вот так, как тебе надо. Записывайте вы сейчас песню, клип, альбом. Не исключено. Те врачи сказали и эти. Взрыв, взлет идет кисты. Буквально на ровном месте. Идет операция, и все. И остановка проекта на какое-то время. Опять какое? А что дальше? А с ней произойдет, кто за нее будет отвечать? Вышла она из строя. Вот мне интересно, кто за нее будет отвечать, Ваня. Мам, а вы как? Мам, а? А? Я бы как-то снисмом перед кем. Перед кем отвечать-то? Вот мне не скажи. Вот мы вышли из строя, и мы вас подводим. Типичный пример, когда Ваня не берет ответственность. И не можем вот здесь петь. И что? Что мы будем должны? Мы вот с Юлей, что будет должны отравиться? Что вот? Если она... Юля, мама тоже красотка, да? Не может без тебя. И ты сидела напротив. Ты что думала в этот момент? У меня было двоякое чувство. Мне и хотелось. И я соглашалась с мамой. Потому что я понимала, что действительно мне было очень тяжело. И Ваня в тот момент обо мне не думала. Оо мне думали родители. Мама, которая действительно искренне за меня переживала. И в то же время у меня было тогда настолько... Я жила этим проектом. Я была настолько... Это была моя жизнь. Это была моя, знаешь, душа и сердце. То есть это было настолько для меня вот то, во что я погрузилась. Противоречит, да, предыдущим ее словам, что она роль играла какую-то? С головой, что я боялась это потерять. Что я как бы одной ногой была и там. Я была готова на любые риски. И я понимала, что я в моменте не могу. Потому что мне не позволяет голос. В моменте я стала срываться. Вот эти врачи. И я была согласна с мамой. Я понимала, что кто, как не мои родители, обо мне позаботятся. И донесут до Вани, что как бы, ну, это маленькие девочки, о которых нужно заботиться. Что мы не машинка, которую можно запустить. И вот дальше что? Ну вот Сергей Лазарев в своем интервью, он говорил о том, что именно Шиповалов сорвал голос тебе. Что с таким голосом нельзя так кричать без подготовки. Что нужно разогревать связки. У Юли вообще голос очень был нежный, вообще прям высокий. Это потом она приобрела эту знаменитую хрипотцу. Да, когда Ваня посорвал ей голоса вот эти вот в студии. До сих пор Юля сипит. А уже петь-то особо как бы не получается. Ну, может быть, отчасти он прав. Но Лена же не кричала, потому что она не хотела срывать голос. Ну, у Лены и не было такого голоса. Да, да. Я говорил ранее, что она была в него влюблена. Почему бы она нести? Ну, потому что она подумала обо себе. Ну, как влюблена? Ну, как вот школьницы влюбляются в своих учителей? Конечно, между ними ничего не было. Но она по нему сохла. Это прямо она мне много раз говорила. То есть, ты хочешь сказать, она всегда себя контролировала, а ты на взрыве. А я была вот, да, более такая, душой. Ты сейчас так говоришь, как будто ты понимаешь, что ее позиция была правильнее, продуманнее. Но она была продуманной, в любом случае. А что лучше, быть продуманной или искренней? Будь искренней. Юля, привет. Нет, на первом альбоме Юля почти на всех дамках кричала. По крайней мере, моих. История художника, государство, время. Да, это очень хорошая тема. Вот ты знаешь, да, Black Lives Matters, вот то, что происходит в БЛМ. Вот это сумасшествие на твоем сайте? Нет. Нет, это рост, это взросление цивилизации. То есть мы, это нечестно, это вот, нам это дико смотреть, да? I like it. I like it pretty much. С марихуаной. Ну справилась. So far. Мы сажаем за это. То есть мы своих граждан ограничиваем, как детей, да? Бьем по рукам, наказываем. А там взрослее уже отношение к этому, да? Так же и Black Lives Matter. Это взросление цивилизации. Встать на колени за предыдущее поколение — это связь. Это связь поколений. И в этом есть крутизна. Понимаешь, что... Ну Ваня павлинит, конечно, что он все знает, во всем разбирается. Человек чувствует эту связь поколений. Нам еще до этого надо дорасти, чтобы мы почувствовали связь поколений, да? И осознали, что произошло в 17-м году, потому что мы до сих пор не понимаем, что произошло в 17-м году. Что произошло до этого? Окей. А до Харви Вайнштейна нам тоже надо еще дорасти? Да. Здесь мне, знаешь что, мне сложно об этом говорить, потому что я сам фору дам Харви Вайнштейну по словам, да? Ай, Ваня, Ваня, фору даст Харви Вайнштейну. Сейчас на статью наговорить себе. Вот так я. И это я... Нарцисс. Не скрываю. Я просто это не скрываю. Понимаешь? И то, что я этого не скрываю, не склонен когда. Это меня и защищало от подобных эксцессов, казусов. Вопрос же обмана. Юля, он постепенно выздоравливает. Обман ожидания. Медленно, правда. Обман ожидания. Он такой. Ты говоришь, я никогда не скрывала. То есть у тебя были какие-то случаи, когда ты там мог пригрозить тем, что ты не будешь... Yes, I will release and produce. Или наоборот соблазнять какую-то женщину. I can't share any details, unfortunately. То есть ты это имеешь в виду? Что я никогда не скрывала. Нет, наоборот. Я выносил это за скобки всегда. То есть этого не ставил... I'm thinking of doing something like an instrumental album. То, что делал Харви Вайнштейн. For myself. Но я не знаю, что он делал. Понимаешь? Не знаю. Ты же видишь... Ваня чуть на статью не наговорил. Теперь заднюю дает. Смотрите. Очень весело. ...все это движение Мету, женщины, которые высказывались в деталях, рассказывали. Как он приставал, заводил в номер. Вот твое к этому отношение. Да, почему-то стрим прерывается. Наверное, какое-то ограниченное время можно смотреть. Вещать, точнее. Не знаю, с чем это связано. Приношу извинения. Yeah, I'm thinking of releasing like an instrumental album. I have some ideas written. And thinking of doing like a Sergio Galloian instrumental music stuff. Окей, продолжаем, да, ребят? Вот я смотрю, уже 30 человек. Да, конечно, отправляйте демки. Все, поехали дальше. Я, кстати, сразу эфиры сохраняю как Instagram TV videos, поэтому можете не волноваться. Можете уже сейчас смотреть предыдущие части. Ну, есть что-то, что толкает женщину публично, да, заявить о чем-то, о чем не принято. Вообще, как думаете, хорошая идея про инструментальный альбом? Чисто вот музыка в стиле Галаяна. Татушные мелодии, какие-то там 808-е, возможно. Да, да. Что толкает женщину? Иногда деньги, иногда комплекс обиды, иногда страхи. Правильно ли я понимаю, что, по сути дела, эти женщины искали свою выгоду в этом? Не могу тебе ответить, вот честно. Хорошо, считаешь ли ты такое поведение приемлемо, вот как у Хармана? Круто, значит, надо заняться этим. Использовать свою... Использовать свою власть. Власть для отношений. Нет, это... Спасибо за фидбэк, очень важно. Прям мотивирует. Похвастаться тем, что никогда не использовал там же... Я не знаю. Надо, кажется, конкретные случаи разбирать, да? Ну, давай тогда разберем конкретные случаи. Мне кажется, так будет легче. Блин. Так, все песни из первого альбома, все демосы, были выпущены, кроме 2-3 инструментовые идеи, которые я не могу найти в данный момент. Простые движения. Да. Ты снимаешь его. Да. Ты поставил камеру. Да. Юля лежит в ванной. Да. И ты говоришь, кончишь, позовешь меня. Да. Ты жалеешь об этом, что ты это сделал? Это лучшие кадры вообще. Это лучшие кадры, мне приятно смотреть. Мне на это приятно смотреть, и как я могу жалеть? Ну, смотри, я не очень хочу выкручивать фразы и цепляться за фразы. Инструментал мальчик гей, я же выкладывал лет 10 назад. Ну, вот... В интернете, посмотрите. Ты сейчас сказал, что тебе приятно смотреть на то, как несовершеннолетняя девочка кончает. Почему ты решил, что она несовершеннолетняя? Она уже был совершеннолетним. Ну, для второго альбома все тоже выпущены, включая Валерия's songs. Ну, а у нас этот возраст совершеннолетия, это когда? У нас 16 лет, но возраст согласия у нас 16 лет. Ну, смотри, я с тобой говорю не с точки зрения... Ну, тогда не надо, ну, тогда не говори это слово, совершеннолетняя, совершеннолетняя. Ну, с точки зрения сознания. Сознания, ты знаешь... Молодая совсем девочка, ну, вот прям совсем. Ты же детский психолог, правильно ведь? Я же про это пытаюсь с тобой говорить. Я точно здесь не по поводу, знаешь, тебе предъявления истины. Ну, хорошо, допустим, молодая... Ну, совсем такая вот. Совсем здесь это... Кто-то... Кому-то, Юля, может... Слушай, Ваню на лопатки уложила. В чем-то молодая, я не спорю. Дальше что? Ну как, ты проявил тут свою власть над мозгами этой девочки. Ты ей сказал, что... Ну, власть режиссера, да? Давай вот кончи ее. И более того, еще один раз зашел, сказал, что сейчас ты ненатурально это сделала, ты меня обманула. Да. Ты не кончила, ты делала вид. Сделай это еще раз. Ну, понимаешь, ты при этом взрослый мужчина, она неопытная 17-летняя девчонка, и ты проявил свою власть. Убедил, конечно, как режиссер, я убедил, что ничего более настоящего в лице Юли я не видел. Я вот и верил, я вот и убедил, да? И так и получилось. Но стоит отдать должное Ване, он же не помогал ей. Он же в комнате не находился, как какой-нибудь перверт. Он как воспитанный мужчина в этом смысле вышел в отдельную комнату. И то, что получилось, это было по-настоящему, и ты до сих пор на это смотришь, и это настоящее. Но ты понимаешь, что в этом есть потенциальный большой элемент разврата. Согласен. Я тебя умоляю, это нормальное проявление сексуальности Юлиной. То, что это было красиво, это для меня критерий, что в этом нет никакого разврата. Разврат, это когда некрасиво. Почему разврат может быть очень красивым и соблазнительным? Широко закрытые глаза, сцены. Юлия Русская, да. У меня особняки, это тоже разврат, но это очень красивый разврат, порочный. Я не называю это развратом. Лолита Унабокова, это очень эстетское произведение. Но оно про разврат, разврат. Он в голове, он в ощущении. А где граница? А где граница, на твой взгляд? А я, на мой взгляд, а я тебя отвечаю. А я тебе еще раз отвечаю. Границы, красиво-некрасиво. Если это красиво, если в этом есть красота, это не разврат. То есть, если красиво, можно все? Для меня красота, это критерий красоты. Ну, я тут с вами соглашусь. Понимаешь? Я знаю, ты говоришь эту фразу, одну такую вот клишированную всегда. Ну и все, а как... Давай конкретно. Ну вот конкретно... Если красиво, возможно, все? С точки зрения... Как это... Если это красиво, это не разврат. А возможно, все или невозможно, все это надо... Нет, скажи, мы возвращаемся к эстетике и этике. Известный пример. Классический про лошадь и Тарковского. Ксения заговорила про лошадь. Интересно. Ты знаешь, о чем я говорю? Ну, напомни. Ну, Тарковский ради съемок... Народик, вы какие-то вопросы задаете, даже не хочется на них отвечать. Я начал большую дискуссию, где часть людей говорили, конечно, зато он снял фильм, который... А часть людей говорили, нет, нельзя. Не ради такого фильма нельзя. Ты на какой стороне? Ты ела козы, кони, не ела вообще? Ну, Ваня прав здесь, потому что... Ну, что значит, если люди убивают лошадей и коней для того, чтобы их есть... Ну, это и потом, как бы, они считают это нормальным и снимать это на видео. Ну, как бы, я тут с Ваней согласен больше, чем с Ксенией. Ксюша ела коней, ничего себе. Ксения испугалась даже немножко. Стой вопрос, да или нет? Тарковский считал, что да, можно. Значит, это Тарковскому решать. Потому что я у тебя... Ты художник тоже. Ты как считаешь, можно или нельзя? Я могу убить лошадь даже для того, чтобы съесть, если я с ней договорюсь. Хороший ответ, Ваня. Что значит, ты добиваешься с лошадью? Это значит, что то, что я для себя должен... Ну, вообще, конечно, Ксения завела речь про лошадь. Это эпично просто. Просто эпично. И о том, что ее можно съесть. И ответ Вани гениальный. Вот в этом его гениальность как раз. Могу съесть лошадь, если я с ней договорюсь. Я должен оправдать это, если лошадь это на столе, если дает мне силу для того, чтобы давать этому миру красоту, да. Хорошо. Чувствовал ли ты свою власть? Чувствовал ли ты, что ты вот условно что-то убиваешь или можешь убить? Хороший вопрос про песню «Простые движения». Она мне не нравится, и она заметно хуже остальных песен. Консально? Снимая эту сцену съемку? Нет, конечно. Нет, конечно. Что это, конечно, убить? Ну, что-то в человеке убить. Это же легко, что-то убить в маленьком человеке. Наоборот, раскрыть, понимаешь? Наоборот, раскрыть и подарить что-то. Ну, там же был еще один момент, когда ты попросил ее мастурбировать на сцене перед аудиторией 50 тысяч человек на стадионе. Не помню такого. Это где это? Напомню. Может, я что-то выглядел или нет? Ну, там была такая история. Она выступала. Ваня бросил фразу, что он круче Вайнштейна. Ксюша его уложила на лопатки в психологическом плане. И началась история про убить лошадь. По-моему, это вообще в аналы войдет. Журналистики. Огромный зал. 50 тысяч человек. Ты сказал, запусти руку в джинсы. Не надо делать это по-настоящему. Но ты вот сделай такие движения, чтобы все думали, что ты мастурбируешь. И мы вот так с этого начнем. Я не помню там, что это, для чего это было там, для крупного плана или для чего это было. Надо смотреть конкретно. Это может быть какой-то режиссерский ход или что-то. Но ты как вот детский психиатр. Тебя не было. Ты же, слушай, ты читал наверняка и у Фрейда, и у Роджерса все эти примеры, как рождаются детские травмы, насколько это остается бессознательно и какие разные они бывают. Что там травма может быть у ребенка, просто что над ним посмеялись, что он голый пописал. Как они рождаются и как они проходят, как они вылечиваются. Ну, тут максимально Курпатов пошел. Ну, то есть ты понимал, что если что, ты вылечишь эту травму. Наоборот, я понимал, что я лечу эту травму. Понимаешь? Я уже понимаю, что я эту травму лечу вот этим. То есть у нее уже была какая-то травма. У каждого есть такая травма, Ксюша, и у тебя тоже. У каждого ребенка есть эта травма, амстурбация. Че ты сейчас это... Курпатов зашел в чат. И это выход, это терапия. То есть ты решил, что у нее травма и решил ее вылечить таким образом? Послушай, я не решил, что у нее травма. И, дай бог, ее не было этой травмы, и слава богу. И я решил, что это я не травмирую этим, как минимум. Может, я решил. Почему? Потому что ты открываешь себя настоящую. И это не... И это не... Это всегда терапевтически ценно. Извини, что задам этот вопрос. А зачем столько ты потом сделала с собой изменений? Вот я сейчас смотрю на тебя. Хороший вопрос. Ты же красавица. И была красавицей всегда. Я помню, как я смотрела. Может быть, это было обидно для Лены, но всегда говорили, что вот там в тату одна красивая, а вторая рыжая. Ну, это такое было общее. Что тебе не нравилось в себе, что ты решила так себя изменить? Сделать грудь, изменить лицо. Зачем это? Ты знаешь... Хороший вопрос по поводу успеха группы. Я думаю, все вместе. Я думаю, эти песни не стали бы такими популярными без образа, без времени. И только на образах они бы точно не выехали. Слушай, это не то, что мне не нравилось. Наверное, это... Это интерес. Мне же всегда все интересно и интересно пробовать на себе. Просто психологи говорят, что обычно человек делает много пластических операций, когда он себя не любит. Лена очень красивая. Лена мне лично, на мой мужской вкус, нравится больше. Я тоже хочу. Ты не знаешь, что спик был губ, там, нарощенных ногтей, там, как вот сейчас, там, острый мыс, там, клешоные джинсы, там, еще, ну, какие-то вот, ну, моменты, которые ты на себя так же одеваешь, что это модно на сегодняшний день. К тот момент как-то, наверное... Потому что с такими девчонками, как Юля, вот в школе, да, даже, когда водишься, всегда, особенно в то время, можно было получить... Пиздюлей, извиняюсь за мой французский. А Лена такая girl next door, безопасненькая, такая хорошенькая, с ней можно и дружить, и общаться, но это я про свой вкус сейчас говорю. А с Юлей свяжешься, она тебя поведет на дискотеку, и там тебя точно уроют. Все делают, почему бы мне не попробовать? Я такой экспериментатор, я люблю на себе пробовать. К чему я веду, многие бы, наверное, сказали, что тот опыт, который ты описываешь... И тогда и сейчас Лена всегда такая была. Сцена, с камерой, которая тебя оставляла. Красотка. Что все это, по сути, психологическое насилие. То есть, ты думаешь, что это могло как-то повлиять? Ну, я думаю, что да. Что мне хотелось просто измениться после всего этого. Ну, послушай, я не Фрейд и не Юнг, но, может быть, тебе захотелось вообще измениться. Какие-то изменения? Не, не думала, нет. Я, мое мнение, если хотите, по поводу внешности Юли, я не приемлю в женщинах, когда они начинают менять свою внешность. Юля всегда была мега красивой. Я не разделял никогда ее вот это вот пристрастие к модным вот этим губам, там, ногтям и всему остальному. Я лично считаю, что она себе внешность немножечко испортила. Она, конечно, не стала там прям совсем уродиной, да? Но мне это не нравится все. Ну да, Юля, она от природы награждена просто божественной какой-то красотой. Она нереально, ну, прям вот, вот, прям можно ее красоту ставить наряду там с Мона Лизой. Возможно, я сейчас ступил, не знаю, но на такой уровень. То есть она природа очень одарена. Зачем это портить? Я, как художник, не понимаю этого. Когда ехали в машине, тебе звонил Киркоров. Что он хотел? Хотел Юлин телефон. Зачем? Не знаю. Тебе не расстроишь, что тебе звонят, чтобы спросить Юлин телефон звезды? Где нет? Лена, вот, ничего не делала со своей внешностью. Какая красотка, посмотрите, это же просто. Во-первых, мне это первое раз спрашивает Юлин телефон. А во-вторых, в чем я это просто поставил? А ты вообще не знаешь ни где она, ни что? Искренне. Ну, что-то где-то я вижу, естественно, потому что инстаграм листаешь, постоянно что-то отмечают. Но вот так, чтобы прям лазить, смотреть, интересоваться, ну нет. Она даже зуб не исправила. Вот у нее там зуб есть, да? Такое. Ну, можно было там брыкеты поносить. Но даже это добавляет ей харизмы. Только насыщенная своя жизнь. Молодец, одним словом. А почему вы держите за руки, как было? Потому что нам так проще. Мы друг друга дополняем. Я ее люблю. Алена, ты ее любишь? Давайте еще раз посмотрим на Юлю. Насыщенная своя жизнь, что... А почему вы держите за руки, как было? Потому что нам так проще. Мы друг друга дополняем. Я ее люблю. Ну, посмотрите. Очень-очень красивая. Зачем это портить? И губы классные, и форма лица. Посмотрите. Не, по-моему, она ничего не делала. Да. Почему это закончилось? Матом. Устали. Усталость металла. Это как супружеская жизнь. Ну, я согласен с этим. Не случилось, что-то как у всяческие близнецы. Вы же в связке находились. Разлад у вас случился. С какого момента? Год, наверное, шестой, седьмой. Вот уже здесь мы уже были более взрослыми, уже без Вани. Когда я мог, я держал это вместе. Да и меня их развело. Держал вместе, да? Мое отсутствие. Ты же понимаешь, что другого ответа я не могу. Если я их свел, то мое отсутствие их развело. Ну, опять же, вот нарцисс вещает. Я их создал, я их и убил, да? Но вообще-то они еще два альбома прожили. А когда ты потеряла голос или начала, скажем так, терять голос, как Ленина родители к этому относились? Не было такого, что давайте менять, давайте вот надо скорее, нужно деньги, зарабатывать. Вот такого, что нет, 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 менять деньги нет, но мне кажется, как-то они были достаточно охладны. Их это не касалось. Спасибо. Ну, как-то касалось всех, вы же в связке. Ну, самое главное для них. Родители Лены расстроились, что у Юли проблемы с голосом, и они теряют деньги. Ну, не было такого. Я знаю родителей, там за деньги никто не парился, поверьте мне. С этого начались проблемы. И здесь я ей сказал, что мы не вправе требовать подвига от Юли. Вот на этом собрании, да. Но эти проблемы правда были с родителями? Конечно. Для третьего я одну всего песню написал, «Марсианские глаза» называется. То есть они чувствовали, что они теряют деньги, родители Лены? Да. Да нет, нет, такого не было. И они говорили, давайте что-то делать. Да, был такой, да. Вы, родители Лены, то бишь, занервничали, что группа распадется, и вы потеряете деньги. И что вот тогда начались проблемы между Леной и Юлей. Нет, это неправда. Мы никогда не вели никаких разговоров с Юлиными родителями, ни про какие голоса. Никогда. Этого не было. Да, я сотрудничаю с неизвестными артистами. Мы даже не могли взвесить. Не знаю, зачем они наговаривают. Мне кажется, это такой журналистки какой-то такой, чтобы держать внимание. Специально так, знаете, запускают. Но я прям поручаюсь за родителей Лены. Там ничего такого даже рядом не было. Степень, собственно говоря, опасности. То есть это стало понятно очень постепенно, что реально там... Борису Ренскому. То есть понимаете, да? Я ему прислал музыку, и он мне прислал этот текст. И я сказал, что нет, я в этом участвовать не буду. На, забирайте эту песню. И до свидания. Там серьезные проблемы с голосом. Там мне... Ну, потому что, боже мой, у кого... Присылай демо, послушаем. Пошел на адреналин, и все, и пой дальше. Ну, вы забили тревогу по этому поводу. Встали и говорили, что надо что-то делать. Девочка теряет голову. Я думаю... Но они не были лесбиянками никогда. Я много раз об этом говорил. То есть, что, может быть, на каком-то собрании мы и говорили об этом. И говорили о том, какие... Что они их тренируют делать с этим. Но не более того... Никаких ультиматов... Абсолютно согласен. Например, или, я не знаю, каких-то недовольств. Что? Да вы что? У ребенка голос пропал, а мы будем говорить. А, да, такие сики. Universal американские предложили нам спустя уже много лет объединиться и выступить как звезды там. Вот спустя много-много лет, там сколько, 5 лет прошло. Мы встретились в Румынии на проекте «Голос». И как-то все пошло не так. То есть, Лена приехала с таким настроем, недружеским. У нее был настроен доказать мне, что теперь вот я вот здесь, а ты будешь вот здесь. Теперь мы помним... Ну вот я у Терлецкой эту тему раскрыл. Ну вот она тоже целовалась с девочкой в том возрасте. Она же не лесбиянка. Почему их считают лесбиянками? А Терлецкую, например, не считают. И она была такая дерзкая, резкая, холодная. То есть, даже спустя вот все это время... А сколько мы не общались? Все нормально, защищается очками. Не люблю эти песни. Прям вот, ну вот прям не люблю. Было сложно, потому что даже... Вообще, третий альбом не люблю. Там был такой момент, когда я беру Лену за руку, это есть. И Лена руку мою вот так вот прям бросает в процессе песни. Разворачивается, уходит другой конец сцены. Но, естественно, я это все обыграла как драму, что вот... Это первое, с чего, в принципе, началось дальше Олимпиады. Прежде чем поехать на Олимпиаду, тоже было очень много вопросов. Сначала Лена не хотела, потому что у нее был медаломесяц с мужем на Гавайях. Ей были неудобные даты. Вот эти все тонкости там, потому что вот... Немножко Юля наговаривает сейчас на Лену. Это она не сделает, то есть только вот так вот там вот... Не, не я написал, все нормально. Все тонкости, ладно, закрыли на это глаза, хорошо. Главное, Лена приехала, мы вот здесь... Я понимаю, вы можете подумать, что я люблю только свои песни, а чужие не люблю. Нет, это не так. Мне очень нравится. Зачем я песню? Прям вообще очень сильно. Очень нравится All About Us. У нас, я считаю, отличную работу. Конечно, не первая в эшелоне, но я так думаю. Здесь вместе хрен с ним, выйдем, выступим, все. Вот это все, оно как-то вот очень напрягало, и вот это все как-то вот я и говорю, Лена, у нас... Ничья, кстати, очень нравится, нравится песня. Катерина, вот директор, как бы люди, команда, кто со мной уже много лет, и, собственно, у Кати очень много звонков на тему проекта Татум, который может нам вот как бы с тобой организовать концерт, и говорить, да я не буду работать с твоей командой. Ну, я бы не согласился, группу развалила усталость. Вы понимаете, когда вот к такой точке уже доходишь, психологической, там любая фраза брошенная может пожар запустить. Я думаю, просто слишком близко, слишком долго, слишком, ну вот как сиамские близнецы, действительно, надо было разойтись. Это можно было сделать умнее, это можно было сделать мирно, просто отдохнуть друг от друга, там, не знаю, годик-другой. Но, к сожалению, это конфликтом закончилось. Командой, вот, будем работать вместе. Юля поставила мне ультиматум. Она отказалась продолжать со мной сотрудничать. Финальную версию, кстати, я делал. Спасибо за комплимент. Ну, да, оригинальная аранжировка была классная. Я ее просто сделал более коммерческой, скажем так, более в стиле альбома. Я не подчинюсь ей и ее команде во всех вопросах, касающихся творчества группы Татума. Хорошо, ты уражала ей первым каналом, говорила, что у нее не будет концертов, если она не согласится. Да, я общаюсь с Леной Кипер почти каждый день. Я не помню, что я ей сказала, что-то я, возможно, ей назло сказала, я не помню, что. Но какая-то история была, потому что она настолько просто уже, знаешь, как... Обезьянка ноль, очень классная песня. Получается, что мы ее упрашивали лететь на Олимпиаду. Мы ей предлагаем все, что есть, и человек сидит, ей что-то не нравится. И когда она начала рассказывать, что у меня вот там бабушка болеет, и вообще мне не до вот этого сейчас всего. Я должна быть с бабушкой дома, там, в больнице. Я вот сейчас здесь сижу и вот лечу с тобой на гастроли. И тут я, возможно, могла что-то сказать, что, дед, возможно, у тебя вообще больше не будет ни гастролей, ничего. Представляете, вот живете с Юлей. Уже, типа, чувствуете усталость такую, уже хочется там как-то отделиться, и тут начинается вот это вот. Конечно, Лена не могла это все пережить. Я Лену отлично понимаю. Я и Юлю тоже понимаю. У меня уже у самой вот это все, понимаешь, как-то вот закипело во мне. Новая модель очень нравится. Сколько сейчас время, кстати, Жень? 21-12. А вот что ты скажешь, если... 21-12. Кипер прям суперумная, суперадекватная вообще. Человек-легенда. Очень люблю ее. 21-15, Лена сюда зайдет. Очень интересная, обаятельная красавица. Это был тот человек, когда я всегда говорю, что вот, а если вам с Леной предложат завтра... Вот абсолютно согласен. Лена просто выросла. Это была шутка. Это просто проверки на дорогу. Не, я всегда, я, кстати, очень... Ну, просто у нее немножко другое к тебе отношение. Ты знаешь? Я знаю. Она прямо не хочет с тобой. Хотя я... А я не понимаю, почему. Никто не понимает этого. Есть очень простая история. Мы как-то с ней... Когда... У нас была еще реклама в Японии. Сникерс. Я не хочу больше играть. Все. Они становятся капризными. Не знаю, работает или нет, но они общаются, все нормально. Он к ней на день рождения приходил. Она мне рассказала историю, что она какое-то время ходила к психологу, потому что она тяжело очень переживала, что у меня нет рядом. Она говорит, я настолько привыкла, что ты справа от меня на сцене и вообще везде в жизни, что мне было очень сложно. И даже был момент, когда Катя, мой директор, мой менеджер, поехала к ней домой заключать договор. И она очень удивилась, потому что... Она говорит, я зашла в спальню и увидела, что все те фотографии, где вы совместны, там, ты отрезана. То есть висели фотки с... Не одна фотография, фотки, где я везде отрезана. Лена сама говорила, что она ходила к психологу, когда люди очень долго... Но я не согласен, потому что здесь как бы идет речь в этом интервью про публичную сторону дела, не про за кулису, понимаете. Я думаю, что я бы не смотрелся органично в этом интервью. Ну, потому что я бы там начал бы рассказывать про синтезаторы, не знаю, про процесс создания, про то, как мы переговоры вели с лейблом. Но это бы не было интересно. Это как семейная пара, да? И потом есть такие привязанности достаточно сильные, да? Они же долго работали вместе, 24 часа в сутки вместе. Ну, тяжело, когда это раз и теряешь. Конечно. Но вам не обидно, что вы по факту заложники ее вот яркости и ее таких вот эксцентричных поступков? Нет, а я потому что не считаю Лену. Любимые ремиксеры. Ну, мне вот очень сильно нравился ремикс на полчаса, который в альбом вошел. А так, чтобы любимых, наверное, нет. Ну, давайте так, это как бы факт жизни. Вот если вы сейчас в гугл вобьете Лена Катина, можем прямо сейчас это сделать. Да. Хотите, пожалуйста, давайте, вот сделаем. Первая новость Юлия Волкова. То есть, понимаете, Лена в гугле... Про фотки я не знаю, правда или нет, потому что... Не знаю, ничего не могу сказать. Вот, это первый вопрос. А Лены-то нету здесь. Лена делает то, что она считает нужного. Может быть, это песни. У меня в этом и вопрос. Где Лена? То есть, мы сбиваем Лена Катина, а появляется Юля Волкова и пошла на выбор. Да, понятно. Если вы думаете, что Лена... Что Лена вот из-за этого очень сильно расстраиваться, что Юля есть, а Лены нету... Нет, я не про это спрашиваю, а про то, что... Hard-dram-ремикс отличный. Я же его и привел в проект. Леху. Вот, единственное, он как человек оказался не очень надежным. И в моей голове впал в категорию тех, кто пытается оторвать от нас кусок. Там же как получилось, вышел уже клип, уже стал популярным, и я Леху просто с улицы потянул, дал ему сделать ремикс на песню. В итоге, там, уговорил Ваню, чтобы он клип смонтировал. Вот, но потом, к сожалению, Леша начал против меня игру. Вы говорите, мы не заложники. Конечно, заложники. Вы в связке. Прошло 20 лет, но группа Тату, это связка. Успех такой, что вы не можете разлепиться. Это как сямские близнецы. Что делает одна... Ремикс на скрине не очень нравится. Сразу же падает на вторую, и наоборот. Есть два разных подхода. Если ты не рвешь... Да, Fly Dream и Ego тоже крутые ребята, я согласен. Волосы по этому поводу, то дальше не обидно. А следующим этапом... Я думаю, вы про официальные ремиксы спрашиваете. А так эти ребята очень талантливые. Горжусь Ленкой, потому что... Ну, потому что она идет дальше. А кто сейчас вот занимается продакшеном? То есть, там, дает деньги на клипы, на... Никто. Да-да-да, Ниего. Да-да-да, все вообще очень талантливые ребята. То есть, ты зарабатываешь деньги с этого? Даже какой-то конкурс был, там, Ниего победил. По-разному, я вообще... Ну, в месяц, условно, миллион рублей. Два миллиона, три, пятьсот тысяч. Я очень много вкладываю в проект. Ну, вот, когда как. Пандемию, вот. Мое отношение к Лениному проекту. Он интересный, он классный. Единственное, ей нужно ускориться как-то. Выпускать как минимум альбом в год. Вообще по нулям. Вот, поэтому... Ну, меньше миллиона или больше? Когда как. Иногда меньше, иногда больше. Я как-то, честно говоря, даже не обращаю внимания на цифры. Мне главное, чтобы это жило, и чтобы происходили вещи. Ну, я вот смотрела перед интервьюте. Есть в старых архивах... Там вообще какая-то странная, абсолютная история, потому что этот... У Лены... У Лены, по-моему, Оля Руденко. Я Олю знаю. Оля такая акула шоу-бизнеса. Нормальный у нее менеджмент. Вот. Просто Лене нужно чаще выпускать. И выпускать мои песни, которые я для нее написал. Топ-канал был... У нас был какой-то другой канал. И потом под этим каналом открыли какой-то еще один канал. И теперь никакие каналы мы разъединить не можем. Канал принадлежит тебе? Где 90 тысяч? Другому каналу, у которого еще куча каких-то тысяч. И кто его открывал, вообще уже никто не помнит. В общем, это все как-то странно произошло. То есть вы не можете владельцев найти? Мы не можем найти ни пароли, ни пароли. Я не знаю. Мы с ней написали очень много демок с Леной, почему я перестал с ней работать. Я не переставал. Просто они сначала в Москву переехали, я в Лос-Анджелесе был. Потом я просил ее эти песни в альбом включить. И она почему-то это не стала делать. Не знаю. Болька такая. Одна из моих болей. Ни явки вообще ничего. Слушай, я с другой стороны тут пыталась зайти на твой официальный сайт. То же самое. Там написано, хостинг не обслуживается. Странно. Я точно оплачивала хостинг. Ну а почему вот так? Не знаю. Мне кажется, сейчас уже все настройка в интернете. Я занимаюсь творчеством. Ну подожди, ну творчество же надо продвигать. Ты сама говоришь, что мейджеров есть. Тут хотя бы интернет. У меня очень маленькая группа людей, поэтому мы концентрируемся на том, что сейчас в данный момент самое важное, самое главное. Инстаграм. Инстаграм, да. У тебя там 220 тысяч подписчиков. Да. Лен, ты была участницей самой известной российской группы. Одной из самых известных групп на планете Земля. 220 тысяч подписчиков. Ты серьезно? Что случилось? Не знаю. Разве количество влияет как-то на качество? Ну конечно, ты понимаешь масштаб того, что происходило в твоей жизни. Конечно, понимаю. Или абсолютно хорошо понимаю. Ксюша и Лену затроллило. Прости. Ну почему проеблось? Не обязательно проеблось. Просто так случается. Сольная карьера, давай честно, у вас у обеих не особо задалась. Но если вот уже разбираться в степенях этого не задалась, она стала чуть-чуть более успешна как сольный проект, чем ты согласись. Ну Ксюш такой персонаж. Потому что объективно так. Она смогла все-таки в билборд попасть со своей сольной песней. Это все равно какое-то достижение. Ну в тот момент, наверное, да. То есть получается, что понимаешь, как группа, вы стали мировой, но в группе ты была самой яркой звездой. Дальше группа развалилась. У обеих не очень все задалось. Но на каком-то низовом уровне у нее все равно получится. Смотри, она выпадает билборд. Дальше. Ну ничего. А дальше ни у кого. Все. Да, был такой момент. Не, я не согласен с Ксюшей. Во-первых, если бы Инстаграм существовал в момент, когда они были популярны, у них бы подписчиков было больше, чем у Бибера сейчас. Вот. Просто, ну, время поменялось, понимаете. Они же не могут в топе находиться 20 лет. То есть был пик, потом он спал, потом уже поколение сменилось. Во-первых, связано с моим голосом в том числе, потому что 2012 год мы делаем дуэт с Биланом. Все вот это начинается, движуха, и потом у меня происходит травма голоса, и все останавливается, и все заканчивается. Когда тебе Стинг напевает в твоих песнях, а Пав Дэдди машет твоей юбкой, после этого петь с Димой Биланом, ну, блин, ну, как бы, может, в какой-то момент, вот, знаешь, уйти на пике и сказать, все. Ну, не, ну, почему бы и нет? Ну, потому что это как бы с горки уже, с ярмарки едешь, понимаешь? Стинг, Пав Дэдди, это Америка. Нет, ну, блин, Стинг, Пав Дэдди, это топ. Топ. Да, Димой Билан, это Россия, я знаю. Ну, это была Америка. Ну, а Димой Билан, это Россия. А так как я здесь живу, здесь продолжала свое творчество, очертаниями Тверская область очень похожа на Францию. Больше ничем на Францию Тверская область не похожа. Ну, я не думала об этом. Подумай. Слушай, я знаю, что сейчас вы часто, ну, уже вот ты сейчас, как сама по себе, выступаешь в том числе в гей-клубах. Да, всегда выступала. Мы всегда выступали, я всегда выступала в гей-клубах на гей-пайдах. Там тепло принимают? Очень хорошо принимают всегда. О, киньте, пожалуйста. Ну, а есть что-то, не знаю, что-то чаще всего просят? Вот у тебя есть новые песни, новые альбомы, но наверняка ведь просят. Нас не догонят, споют. Во-первых, нас не догонят, я пою. Это, есть определенный набор песен, которые я исполняю. Их ждут, их любят, и, как бы, почему бы, собственно, и нет. Я их сама очень люблю. То есть у меня программа делится, как бы, на две части. Есть мои сольные песни, есть песни тату, и вот они живут. А какое процентное соотношение у тебя в программе песен тату и твоих? 50 на 50, 70 на 50. Когда как, опять же, в зависимости от, когда, если стандартные, да, например, там, выступления 45 минут, то где-то вот, наверное, 60 на 40 получается. То есть 60 своего материала, 40 на 40. Потому что для меня самое главное, что я жива, дети, родители, и жизнь дальше продолжается. Слушай, ну вот Лена, понятно, Я создала свою продакшн компанию, выступает, поет песни, ну, как-то развивается, зарабатывает деньги. А ты, как сегодня зарабатываешь деньги? Также я работаю, я не останавливалась, я работала в любом случае, была дизайнером обуви, реклама, недвижимость. У тебя куплено несколько квартир, и ты их сдаешь. Плюс параллельно я никогда не останавливалась работать. Ну, сейчас же ты не работаешь, вот как певица. Почему я выступаю? Все равно выступаешь? Даже с таким голосом, с фонограммой? Даже с тяжелым, боль-то уже вилом. Ну, как? Живой коллектив, вот мне петь легче, чем говорить. Часто зовут в клубы, в разные? Да. В гей-клубы часто зовут? Нет. Почему? Спросите у геев. Ну, подожди, вот Лена, потому что она часто в гей-клубы. Лена, да, Лена, у нас эталон. А почему так? Ну, Юля не может говорить это, потому что она баллотируется. Я не думала никогда на тему. У тебя, когда ближайший концерт, куда мы можем сходить? Кать, когда у нас ближайший концерт, куда мы можем сходить? У нас корпоративы сейчас, да? Тур начинается вместе с ты, седьмого июня в Санкт-Петербурге у нас начинается большой тур с ты суперстар. То есть седьмого июня? Седьмого июня в Петербурге, да. Ты суперстар, это же телевизионный проект. Да, в рамках проекта тур. То есть ты там не одна, ты там будешь ведущей или кто? Я буду выступать. Ты будешь выступать. Есть догадки, почему вот Ваня ушел и оставил вам бренд? Но он же мог бы этого вообще не делать. Да уже скоро интервью закончится. Вы не обсуждали никогда? Нет. Ну ты что, он пришел, просто сказал, вот, держите тату вашу? Ну нет, мы никогда это не обсуждали. В принципе, я думаю, что... Ну, во-первых, после Вани, и во время Вани, и после Вани всегда существовал Борис Ренский. И они занимались всякими, если говорить в ключе, правовых каких-то вещей, да, там, бумажек, там, и так далее. Это туда. Как ты им отдал бренд тату? Что значит отдал бренд? И название, и права на песни. Кому принадлежишь? Права на песни по-разному. Первый альбом. Одним, вторым. Первый альбом кому принадлежит? Какие, смежные или авторские? Авторские, авторы. Спасибо, посмотрю. Не формат, не формат, это твоя ферма. Это моя с партнером с Ренским. С Ренским? Да. Она еще существует? Да. Так, и туда отчисления переходят? Да. Но насколько я понимаю, ты с этого бренда тату, вот девочки кастролируют, и без денег не берут. Коулд Крик абсолютно согласен. Ты с этого не берешься. Нет, ты с этого не берешься. Ну, я, во-первых, не думаю, что там уж большие какие-то деньги, пусть эти деньги останутся им. А я разберусь с фонограммами. Ну, да, да. А уж то, что они забирают, пусть зарабатывают, и я рад, что они еще зарабатывают, и дай бог. Ну, ты же все равно при этом рациональный человек, продюсер. Ты понимал, что это ты создал. Ну, я что-то какой-то вывод скажу, да. Детище все равно еще даже на спаде будет приносить... Вообще, South Farm, мне очень нравится это, то, что они записали. Я не встал вступать в переговоры. Хорошее интервью получается. Ну, ты права, что условия выхода из управления могли бы быть более выгодные. Да, могли бы быть. Ну, так получилось. Про деньги вопрос не понял, уточните, пожалуйста. Нет, потому что у нас сейчас нормальные отношения, и все вопросы... Реальная причина, что он сошел с ума, и вел себя как сумасшедший, и люди просто... Вот Борис понял, что надо от него избавляться. Я не хотел с ним работать, а нужно было альбом делать. Поэтому ему никаких шансов не оставили. При этом можно решить, мы решаем. Честно, по бумагам Борис там хорошо задницу себе прикрыл, поэтому Ваня просто ничего не смог сделать. Но все говорят, что ты полностью потратил все деньги, заработанные из тату. Как это могло быть? Из-за наркотиков в первую очередь. Но по небесной все. На реалити-то или? Да, на... После? На обогрев вот этой всей тусовки. На путешествия, на аппаратуру, на записи. Хотя бы примерно, можешь сказать, сколько ты потратил? Это несколько миллионов долларов? Ну, на один ледокол я потратил порядка миллиона. До этого... Абсолютно верно. Японию там, и поднебесную строил, поднебесную вбухивал там. Ну, много, достаточно, да. Что сейчас тебе приносит доход? Иногда продакшн музыкальный, иногда... Я не скажу, что у меня какой-то большой доход. Так, я умерил свое потребление. Ну, это в месяц условно 500 тысяч рублей, там 100 тысяч рублей, миллион. Ну, вот порядок, цифр, просто понять. По сравнению с миллионами долларов, которые были. Ну, мне хватает, понимаешь, будем так говорить. Мне хватает, пока хватает. Когда не хватает, друзья помогают. Теперь пока шепотом. Дети, отойдите куда-нибудь туда, пожалуйста, чтобы вы не слышали. Что у тебя был за роман с каким-то бандитом, о котором ты проболталась в одном интервью из УПГ какой-то якобы? Что это за бандит? Рассказывала. Слушай, ну, была история, она была... Ну, она закончилась не очень, конечно, хорошо. Ну, ты бросилась, что ли? Да, я ушла. Почему? Наверное, устала. От чего? От жизни между Москвой и жизни между там, где он находится. Наверное, вот это тоже жизнь. А он из Питера? Нет. Подмосковье? Он из Грузии. Он из Грузии. Какой-то грузинский вор в законе. Известный? Нет. Это какая-то вот эта тусовка в Адре. Ну, я не знаю, какая-то тусовка, я не буду никаких ничего говорить. А, это тот, который ее избил, что ли? Что тебе нравится вот в таких вот, условно, авторитетных, прибандиченных людях? Хорошее. Что они жесткие? Да. Что могут тебя держать? Купок, что моя, оскорость. Да. Ну, давай так, таким у тебя немножко прослеживать, потому что ты еще до этого, это был 2001-й. Ах, ты папа Вики. А, он тоже был какой-то. Он тоже был, да, он тоже с этой сферы. Ну, как-то он так вот, получается, что вот, как? Ну, слушайте, Пашу я знал, он даже ко мне на свадьбу приходил, никакой он ничего не бандит. Гопник от силы. Вообще нормальные впечатления произвел. Добрый, прикольный парень, нормально общался, никаких там замашек не было у него, бандитских. В жилом доме. Не до нас. Мама много времени проводится? Ну, в последнее время, да. Когда у нее не так часто гастроли бывают, да. Листовки за мамой будете расклеивать? Ну, а что, маму слушаете? Какая любимая мамина песня? Слушайте, и правда, что-то она похожа на Шаповалова. Ничего себе. Ты после тату в 2004-м запустил проект Тату Поднебесное. Интересно. Там была песня с очень смешным названием Володя. Давайте еще раз посмотрим. Ты после тату в 2004-м запустил проект Тату Поднебесное. Вот это да, Ваня. Там была сборная солянка разных треков, разных артистов. И там была песня с очень смешным названием Володя. Вот это шок-контент, ребята. Подъехал. Давайте еще раз. Это прям... Ты после тату в 2004-м... Так. Я в шоке. Дайте мне успокоиться минутку. Что? Ты после тату в 2004-м запустил проект Тату Поднебесное номер один. Там была сборная солянка... Нет, вы это видите? Ты после тату... Короче, я в шоке, ребята. Я даже не знаю, что сказать на этом моменте. Тату в 2004-м запустил проект Тату Поднебесное номер один. Там была сборная солянка разных треков, разных артистов. И там была песня с очень смешным названием Володя Путин. У нас тут Санта-Барбара началась. Это было обращение поколения к власти с надеждой на понимание и что-то общее. Надежда оправдалась? Уже сенсация. На мой взгляд, не совсем. То, что сейчас происходит по отношению к поколению молодого, да? Это конфликт. Это жесткий конфликт. Это... Я чувствую, знаешь, когда... Вот Труди Красный... Помнишь эту историю, когда школьников... То ли их застрелили, то ли они застрелились? О, окей, окей. Я сделаю еще. Я сделаю еще. Сильно испугался. Будешь еще читать стихи? Да. Читай. А что я читал? Да. Там и там? Да. Вот это вот проявление по отношению к детям, это очень тревожный критерий. Вот это, понимаешь, когда доходит до детей, до молодых. И вот в это отношение не получилось. Тату, вот смотри, я вот все-таки не могу этого понять. Вот в пике славы главная группа с западным успехом, единственная вообще, до сих пор такой нет. Удачный экспорт России в мире, как ее называли. Ну, должны же были большие начальники как-то попытаться с вами договориться. Почему я говорю, Ксюша, я намеренно, ненамеренно, подсознательно выстраивал какую-то защиту от нежелательного сближения. Потому что тату, это апология протеста, чисто искренне. Ну, так это же удобный протест был для власти. Хуй войне, это же прямо отлично для российской политики. Вот вам, американцы, не бомбите Ирак. Это же офигенная история. Хуй войне. Да, так. Ну, то есть, по идее, это должны были придумать в администрации президента. Это акция, которая отражала контекст. Относитесь к этому так, это не политическое, это строки припева, написанные на груди. Вот и все. То есть ты не вкладывал никакого политического контекста? Конечно, конечно, я в нем был, в этом контексте, сам в нем был. Мы приехали в Америку, и первое, что ничего не говорите про войну, про Ирак, ничего не говорите. И все, и ты уже в этом контексте. Все, ты понимаешь, как ничего не... Протестная группа, как это ничего не говорит? И все, и ты начинаешь в этом направлении. То есть они подсказали идею сами? Они спровоцировали, конечно, да. Этим ограничениями всеми. И мы их обошли. Смотри, просто такое ощущение, что зашоренность... По правду Little Big вряд ли до такой популярности, потому что они в комедийном жанре работают. А песни культовыми становятся немножко другие все-таки. У Америки тогда было даже больше, чем у России. Больше, да. Был момент, когда там остаться, не остаться с универсалом. И вот это вот ощущение свободы, которое было в России. Тогда Россия была свободнее, чем Америка. Это чувствовалось даже на хайвее. Когда я еду на хайвее и залезаю на полосу, то ли... Ну, то есть, что я имею в виду? У них песни, это такая жвачка однодневная. Я уважаю, как бы, группу там и ничего не хочу наговаривать. Но вот мое мнение, что это такая музыкальная жевательная резинка. А тату это все-таки, ну, другой разряд. Это как картина, не знаю. Ну, шедевр, говорят. На неразрешенную полосу. И еду по... Ну, так вот захотелось мне. По неразрешенной полосе. И едет какой-то джип за мной. А там эти... Арабы. Понимаешь? А это еще было после 11 сентября. И они мне показывают. Круто ты вообще так... Тату навсегда... Понимаешь? Я понимаю, что... Вот это вот... Ощущение... Тату это почувствовать больше. Слушай, ну вот... Ну и подумай тоже. Да, тогда же и проект этот сам, тату, когда он возникал, там кто-то, по-моему, даже ты говорил, что мы опередили на полгода Запад. То есть тогда... Это я напомню, тату создавалось в то время, когда Бритни Спирс говорила о том, что до свадьбы никакого секса. А и тут вдруг вот на этом американском фоне появляется тату. То есть мы были гораздо свободнее. Свободнее, да. А сейчас бы взяли такой клип куда-то. Куда? Где? Кто? На MTV. Ну, кто-нибудь. Хоть один канал бы взял. Ваня как у следователя на дознавании. Пошли к официалу. Свободнее, да. А сейчас бы взяли такой клип куда-то. Куда? Где? Кто? Куда, где, кто? Не я. Это был я. Ну, хоть один канал бы взял, вас же тоже тогда. Ну, как сейчас? Ты понимаешь, мы же испугались этой свободы. Пошли к офицерам России и сказали, да все, мы больше не хотим этой свободе, защитите нас. Хорошо, конечно, мы вас защитим, да только мы все возьмем. О, Ань, ты мне не рассказывала. И так и получилось. И вот я помню, как я смотрела эти клипы и думала, вау, ну невероятно, это круто, это совсем другая энергия. Это вот полное уничтожение того совка, который мы все ненавидели. Неужели совок был 10 лет назад всего? А сегодня у нас уже группа Тату. А вот это догнали, это про то, что прошло время. И вот, пожалуйста, Юлия Волкова. Да, в самом конце. Моя вообще любимая песня в жизни. Ну, смотри, нас не догонит, прошло сколько времени уже. Эта песня, она идет по жизни. Она уже как гимн в разных сферах, в разных направлениях. И то, что было 20 лет назад, тогда действительно Тату, это было актуально. Когда среди всего вдруг такой взрыв. И я, например, не представляю сейчас, Тату вот именно сейчас. В 2021 году. Вас не догонят, я догонят. Вас догонят, девочки, еще как догонят. Как и не догнали. Ну что же, это конец уже, да? Ну давайте мое какое-то резюме. Есть какие-то вопросы, есть, задавайте. Еще давайте минутку посидим. Мне очень понравилась эта передача. Вот, Ксения подошла профессионально ко всему. Были и интриги, и мемы. Вот, и к стенке она прижимала, и на лопатки укладывала. В общем-то, в 2 часа 40 минут 100% моего внимания. Вот, мне кажется, многие фразы разойдутся по аналому. Особенно то, что Ваня круче Вайнштейна. Вот, и очень классно было с вами пообщаться. Вы просто охрененные. Кроме там пару хейтеров. Вот. Давайте я почитаю сейчас комменты немножечко. Не знаю, я как бы никогда не слышал, что у Вани с Юли что-то было. Давай передачу. Блин, столько комментариев, что-то убежит все. Да, по поводу интервью еще. Мне кажется, конечно, Ивану стоило бы слезть с пятистала и как-то уже философски смотреть, а не хвастаться тем, что он добился, что он создатель. Вот. Юля, Лена, красотки. Обожаю их. По-английски еще thank you everyone for watching. И небольшое объявление, наверное. Нет, радиацию я не знаю. Я думаю, со временем сможет. Послушайте, у него прогресс за 20 лет достаточно ощутимый. Да, вот из того поднебеса он сейчас уже в рассудительного такого человека. Но ему пару, конечно, уроков еще выучить нужно будет. Нет, аналогов тату нету сейчас. Вот, ладно, будем прощаться. Короче, ребята, небольшое объявление. Надеюсь, все это будет, все случится. То, что мы сейчас делаем с нашими ребятами. С Леной Кипер, с Валерой Полиенко. И с Ваней, кстати, тоже. Готовьте кое-что в виде денег на конец ноября. Это пока все, что я могу сказать. Но имейте на билетике. Все, всех обнимаю, ребят. Все. До скорых встреч. Всех люблю, всех обожаю. Йоу-йоу-йоу. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.